здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале ну что мои дорогие присоединяемся здравствуйте здравствуйте мои хорошие здравствуйте я вижу что вы присоединяетесь только я не могу увидеть свою трансляцию на другом гаджете попробуй перезагрузиться здравствуйте здравствуйте тоже еле зашла а я себя увидела поэтому захожу чтобы смотреть видеть надо убрать добрый вечер Надежда Трушникова Наталья Павлова тоже еле зашла так добрый вечер Наталья Игнатенко Наталья Павлова добрый вечер из Подмосковья здравствуйте здравствуйте проходите берите любимое вязание хорошее настроение и будем общаться Светлана Кущенкова добрый вечер Ольга Альбина Хасанова добрый вечер Наталья Иванова Синченко всем привет из Девногорска Красноярского края всем привет привет Наталья Игнатенко связала наконец-то Джемперсону с вашими подсказками по горловине спасибо все получилось замечательно сохнет Наталья как приятно получать такие комментарии когда ты человеку можешь быть полезен так что-то у меня прыгает подпрыгивает вперед кофточка нагнулась наверное я сильно видите как я сутулюсь всегда ну вижу же руки локти на столе ну мы же не кушаем поэтому можно Наталья Годирова добрый вечер Татьяна Кудряшова добрый вечер большой привет всем из Люберец привет привет не ответила я да насчет Наталья Игнатенко спасибо большое вам за отзыв очень приятно получать такие комментарии когда человека благодарит за проделанную тобой работу это дорогого стоит потому что ну понимаю тогда что все не зря что все правильной дорогой идем значит так и надо Татьяна Ровного добрый вечер Железногорска Красноярский край привет Красноярскому краю Александра Криволапова всем привет из Армавира Краснодарского края я первый раз сейчас как загадаю желание Александра бойтесь желание имеет свойство сбываться загадывайте правильно как только загадайте Татьяна Ерчева Толя добрый вечер ждала ваш эфир очень рада общению добрый вечер девочки я тоже очень рада всем рады всех рада вас здесь видеть думаю что мы сегодня посидим пообщаемся вопросы вы уже наверное придумали какие-нибудь каверзные которые вы мне зададите и будем разговаривать Ирина пошала и добрый вечер всем из Луганска в Луганску большой большой привет Оксана Якимова всем доброго легкого душевного доброго вечера привет из Кузбасса привет Оксана Надежда Берновская здравствуйте Оленька здравствуйте все короновчане всем привет из Ставрополь я рада четвергу и встречи Надежда спасибо большое очень приятно Светлана Голландская добрый вечер из Самары Наталья Игнатенко сегодня получила первый заказ на плечевое шелковица 2 счастлива ой как здорово шелковица красивое изделие но это мы так назвали да Оксана Юдина всем добрый вечер Татьяна Дмитриева добрый вечер привет из Саранска привет привет Татьяна здравствуйте здравствуйте Ольга Ващила Олечка и все девочки привет из Казахстана привет Казахстану большой при большой Людмила Браун добрый вечер Оленька какой у вас любимый наборный ряд мне си меня и сегодня интересует как набирать и как закрывать без иглы мой любимый наборный ряд это обычный наборный ряд который называется длинный хвост вот он я очень хотя на горловине и на рукавах я часто закрываю изделие иглой если это резинка один на один в частности то иглой закрытие а наборный ряд я ну ну не знаю мне нравится не от того что мне лень делать итальянские наборные девочки мне вязание ничего не лень ну просто просто мне нравится как выглядит обычный наборный ряд это мой наверное самый самый любимый в том плане что самый часто используемый в принципе я итальянский набор тоже люблю но чаще всего я использую вот вот он вот он этот же наборный ряд до обычный простой длинный хвост мне он безумно нравится я не знаю почему обычный стандартный там ну я не знаю 150 тысяч лет его делали все ничего в нем нет интересного обычный скромненький но мне нравится как резинка один на один с ним выглядит вот с этим обычным длинным хвостом я и закрываю иногда имитируя длинный хвост то есть иногда могу я и на резинку набрать длинный хвост и здесь закрыть имитации длинного хвоста и руки сделать девочки у нас прервалась трансляция прервалась трансляция я надеюсь вы меня сейчас слышите и видите что-нибудь мне смейкните не знаю вроде бы но и уровень интернета у меня все отлично за 90 то есть это нормально нормальный уровень и ну что-то как-то вылетает мне кажется это вконтакте шалят дело не в дело не в не в интернете в моем девочки все кто задавал какие-либо вопросы они у меня все потерялись поэтому прошу вас снова снова задать вопросы на которые я не успела ответить потому что они у меня потерялись последний вопрос который я видела это про набор какой набор вам больше нравится мне нравится вот этот поэтому пожалуйста повторите повторите что вы писали надежда берновская вижу слышу спасибо большое ирина ельцова добрый вечер зависла ну вот я перед переподключилась у меня сбилась трансляция не по моей вине прошу прощения все хорошо девочки пишут спасибо большое полина просто я тоже всем привет из при фонд при фронтового севастополя все еще мучаю дундугу палантин бесконечен севастополю от нас огромный огромный привет все еще мучаю дундугу но это тоже хорошо палантин бесконечен но зато представляете какой он будет красивый полина это же будет здорово поэтому учите и в представлении в своем уже мечтайте как вы его наденете какой он будет классно и вообще как все будет здорово Софья Бычкова добрый весенний вечер с московской области из города нарофа минска привет привет юлия владимировна всем доброго времени суток из сальска привет юлия владимировна у нас такая опять география большая так здорово татьяна кузнецова добрый вечер сижу на маникюре смотрю вас девочки мои хорошие скажите мне пожалуйста вас не смущает то что у меня здесь что-то квакает пикает на другом телефоне если раздражает я телефон попробую опустить вниз но придется тогда и глаза опускать напишите надежда берновская поле меня что-то по-моему уже сама раздражает оля принесла конопляную футболку из блога о спасибо большое да принесла принесла сейчас да не отпарила девочки вот до этого еще думала отпарю но потом забыла как как мужчина вот такая видите мятая немножечко прошу прощения хотела сегодня отпарить но вернее хотела это сделать перед эфиром но сегодня абсолютно забыла как всегда вот вот такая футболка муж ее носит вроде бы доволен вроде бы нравится ну четвертый сезон наверное носит вот такая футболка видео вам да поближе поднесу эта футболка связана крючком с вточным рукавом вот он в точной рукав здесь была имитация вточного рукава я его отсюда вывязывала вниз и вот такие такие такая вот здесь небольшая шнуровка совсем небольшая можно и поглубже сделать конечно и вот в общем вот здесь какие-то дырочки появились видите на манекене сейчас увидела в принципе в живую не было наверное что-то расползлось ну вот такая вот вот из конопли получается вот такая кофточка нормальная классная носится много сезонов она после стирки вот эту пряжу я рекомендую после стирки полоскать в ополаскиватели в любом каким вы пользуетесь то есть жидкие ополаскиватели ну типа ленора какие там у нас есть я-то ополаскивателями редко пользуюсь я только вот те которые с порошком от ваклин покупаю я ими пользуюсь жидкими ополаскивателями вот но вообще рекомендую потому что пряжа сама по себе грубая вот она сейчас после стирки а она жестковатая немножечко жестковатая но когда ее на тело наденешь тело имеет свою температуру под этой температурой вот это конопля в виде ниточки она начинает размягчаться как лен и становится мягкая вот потом перед стиркой когда я беру это изделие там стирку кладу она мягкой мягкой становится какой-то приятный постирается снова жесткой то есть его можно стирать машине я стираю в машине на обычном режиме на на синтетике у меня обычный режим это синтетика где-то около полутора часов чуть больше наверное час сорок час пятьдесят стираю без проблем ничего страшного только имейте ввиду что изделие подсаживается то есть вяжите я рекомендую его обязательно размер больше чем вам надо вот вот такая футболка и по этой футболки как вы уже знаете я связала вторую не по этой футболки но просто отключу шнур питания вот по аналогии с этой футболкой я связала мужу вторую в этом году он еще ее не носил она новая мужчина отойди ты мне мешаешь вот такая вот вот видите еще нитки не заправлены специально в прошлом году не заправила что когда я заправлю все нитки значит изделие готовы его можно носить можно снимать вам мастер-класс ну конечно если вам надо тоже крючком столбиками столбиками с накидом у меня муж сам выбрал этот узор ему гладью кажется более женственный узор хотя в принципе у меня в задумках вот из этой пряжи вот из этой пряжи мне ее подарили вот из этой пряжи стопроцентный хлопок а связать ему типа такой знаете толстыми спицами не чтобы вот такое было полотно до плотное плотное такое чтобы она была немножко расхлябанная в виде какой-нибудь но майку вряд ли он будет носить наверное в виде футболки вот спицами прям гладью просто гладью связать мне кажется вот этот цвет гладью будет замечательно смотреться вам ярко передается потому что у меня здесь кругом подсветка кругом свет но в общем такой холодный голубой цвет вот такие мужские футболки я вам показала все я свое обещание сдержала так что приобретайте крапиву коноплю пихорку классная пряжа мне кажется крапива будет очень похоже на пихор на конопляную хотя я крапиву не вязала так елена черкашина оля поясните пожалуйста эвелина это жена вашего сына до эвелина это моя дочка то есть это жена моего сына евелина это дочка моего сына ну и мой ой вернее жена моего сына то есть моя дочка я не люблю слова сноха для меня как вторые половинки моих детей это мои дети я их не делю люблю всех очень и скучаю ольга ключникова добрый вечер оленька привет из крыма слушаю все внимательно ольга спасибо большое надежда берновская оля что вяжешь я вижу коноплю впервые в жизни я тоже вот пиру впервые жизни вязала коноплю и вот мужу которую больше я ее и в принципе не вязала ну классно же но и вязать ее наверное на жестковатый какая-то суховатая да но зато потом носить ее классно что я вижу я вижу баран и помните да бараны будут бараны будут я вижу в барана то есть тот джемпер который мне который мне прислал эвелина фотографию вот этот джемпер будет серенький с баранами вот баранов будет вышивать эвелина сама она сказала свяжите мне свитера там дальше я разберусь я сама вышлю каких баранов мне надо. Она хочет вживую посмотреть те ниточки, которые у меня есть. Вот ту ниточку под баранов, которую я покупала. Ну ладно, они там далеко стоят? Вон там. Вам видно, не видно? Да, наверное, видно. И да. Вот. И там у меня есть перфортуна, и хлопок, и может быть вообще какие-нибудь другие Евелина ниточки выберет. Короче, ей надо увидеть визуально нитки. Она сказала, вяжем джемпер, а с вышивкой я разберусь. Поэтому вот. Баранов я делать не буду. Бараны будут, но будут не мною сделаны. Надежда, ну раз вы коноплю вяжете впервые в жизни, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением, своими ощущениями, как вам вяжется. Комфортно, некомфортно. На чем вы вяжете? На спицах или на крючке? Ирина Марченко. Добрый вечер, Оля. Привет из Туркменистана. О, здравствуйте. А Туркменистан, по-моему, у нас впервые на прямом эфире, девочки. Присоединяйтесь, я не помню, Туркменистан у нас был. У нас цветут фруктовые деревья, листочки появляются. У меня в жизни сейчас очень сложный период. Спасает вязание и конкретно ваш канал. Очень многому у вас учусь, хоть мне уже 71 год. И вяжу много лет. Спасибо вам. И вам большое спасибо, Ирина. Все будет хорошо, все проходит, и это пройдет. Понятно, что тяжелые периоды бывают у всех в жизни, но они бывают абсолютно у всех, у любых людей, но я стараюсь, когда мне тяжело и когда мне плохо, видео не снимать, чтобы вы не видели моих грустных глаз или там еще чего-нибудь. Стараюсь снимать видео, когда все хорошо, чтобы вас заряжать вот этим все хорошо. Даже если не очень хорошо, но все равно стараться вас зарядить. И когда мне пишут такие комментарии, что я кому-то помогаю своим позитивом, я очень рада, девочки. Большое вам спасибо. Я и дальше буду стараться делать только позитивные видео. Иногда меня, конечно, несет, у меня тоже бывает, я тоже человек, но я стараюсь. Спасибо вам большое. Полина. Все висим или только нам такая привилегия? Полин, не знаю, я себя сама вижу на втором экране, не висела. Наверное, только вам такая привилегия. Я не вишу. Да, кстати, девочки, очень многие ругались в прямом эфире. В прошлом я рисовала на стене, и на стене вы видели это все в перевернутом изображении. Так вот, сказали мне, уберите зеркалку, в конце концов, когда вы ее уберете. Мои хорошие, у меня нет зеркальной камеры, она у меня не включена, я ее отключила сразу, как только я купила телефон, и в первом, и во втором они у меня отключены. Дело не в зеркальной камере, здесь ВКонтакте нельзя выставить. Платформа ВКонтакте, где у нас сейчас с вами проходит прямой эфир, она не дает выставить камеру, там, зеркальную убрать или еще как-то. Она сама вот как ставит, так и ставит. И у меня нет нигде. Я сегодня еще раз все перепроверила, все настройки, я не могу поменять, как бы сказать, зеркальное изображение. Вот у меня правая рука. Видите, вы ее видите как левая, то есть вы меня видите в зеркалке. Ну, что ж. Поэтому прошу прощения, вина не моя, поэтому не надо на меня ругаться, что вам ничего не видно на доске и что я над вами издеваюсь. Я, честно, над вами не издеваюсь, я просто вам пытаюсь показать, а кому очень сильно нужно, тот нажмет на паузу в записи и сделает скриншот страницы и потом уже сам у себя в редакции перевернет. Это сделать несложно. Фотографию отредактировать очень просто и посмотрит все как есть. Было бы желание. Вот. Правда же? Ирина Марченко. Добрый вечер, Оль. А, так, так, Ирина, а что это я вас пролистала? Угу. Так, я что-то не поняла. Я одну комментарий, один комментарий. А, так, вот про Туркменистан, Полина, потом Олечка Прилуцкая. Оль, привет большой тебе. Привет-привет. Олечка, привет. Я пораньше сегодня с работы и попала на прямой эфир, а не в запись. Первый раз на эфире загадывать желание? Оль, ну, конечно, загадывать. Ты же знаешь, конечно, желание сбудется, подумать, какое такое желание загадать, чтобы касалось лично вас, не кого-то другого, потому что желания сбываются, когда мы загадываем что-то доброе, когда мы загадываем, не вредя никому другому, и только про себя лично, то есть такие эгоисты, которые загадывают желание про себя лично, потому что, если мы загадаем про кого-то другого, оно не сбудется. Так, Ирина Марченко, вы, наверное, продублировали свои комментарии, я вам ответила, спасибо вам большое за комментарий. Наталья Николаева, добрый вечер всем, привет из Оренбургской области, на эфире впервые. Наталья, загадали? Надежда Берновская, меня ничего не раздражает, меня бесит, наша связь в селе дивная. Ну, что ж, не надо, чтобы бесила, все нормально. Если что, в записи посмотрите, иногда я тоже не могу чужие эфиры смотреть, потому что запись, вернее, не запись, а интернет начинает почему-то шалить. Мне кажется, это не интернет, это ВКонтакте. Очень много пользователей ВКонтакте, ВКонтакте развивается сейчас, поэтому потерпим, беситься не будем, не будем расстраиваться, все будет хорошо. Наталья Кузьменко, добрый вечер с побережья Балтийского моря, город Зеленоградск, Калининградская область. Связала коллекцию варежек для дочери по вашему МК. Огромное спасибо. Наталья, я надеюсь, дочка оценила ваши труды и старания. Ей понравилось, да? Моя дочь безумно любит, моя дочь, которая Екатерина, Катерина, она безумно любит варежки, связанные мной, она каждый год меня просит связать, а, кстати, в этом году, по-моему, я ей и не вязала. Вот, видите, сама же вру на своем же эфире. Да, по-моему, в этом году, наверное, не вязала, а может, вязала и забыла. Но у меня один и тот же мастер-класс, ей очень нравится индийский клин, то есть пальчик, когда вывязывается индийским клином, она без ума от таких варежек, какие бы другие я ей не предлагала, она, нет, мам, давай вот такие вот и показывает мне опять вот с таким пальчиком. Не надо ей ничего другого. Ирина Пашалы, нет, не смущает и звуки не раздражают. Спасибо большое за комментарий. Надежда Трушникова, такая красота. Спасибо. Татьяна Ровнова, получился большой круглый вырез горловины при реглане. Как сделать поменьше? провязать обтачку пошире. Если вы связали горловину при реглане, ну, вы, наверное, ее не обрабатывали еще, да? То есть у вас реглан связан, горловина широкая. Возьмите, здесь сделайте кетлевочный, если будете делать кетлевочный карман, то стяните горловину тамбурным швом, то есть потуже, вот здесь вот, пошире сделайте кетлевочный, тамбурный шов, и потом, когда из-под него будете набирать петли, вы наберете меньшее количество, чем бы вы набрали вот так в ровную. И у вас горловинка, она немножечко вот так подтянется, но вы делаете это без фанатизма, чтобы вот так складками не было, ну, по чуть-чуть, чуть-чуть, но там, мне кажется, очень легко тамбурным швом ее подтянуть чуть-чуть и стянуть. стянуть легко, вот растянуть трудно. Я бы сделала, стянула немножечко горловину, она бы у вас ушла вверх, но здесь надо смотреть, чтобы регланной линии хватило, а то если у вас регланная линия небольшая, да вы еще стянете горловину, у вас все наверх подпрыгнет, может быть хуже. Надо смотреть, надо смотреть. Ну, а так, в принципе, обтачку пошире, ну, только тоже через тамбурный шов и обтачку пошире, сделайте. Посмотрите, я же не знаю вашу модель или ваше желание, или ваше, что вы хотите видеть в итоге. Ну, вообще, да, можно сделать, в общем, итог. Делаем либо тамбурный шов, китлевочный карман, а можно без китлевочного кармана, просто тамбурный шов и из-под него набрать петли и вязать уже резинку, либо обтачечку пошире связать, если уж сильно глубоко получилось. В общем, застабилизировать горловинку надо вот как-то так. Я бы так попробовала во всяком случае. Надежда Трушникова, завидую, кто вяжет крючком. Надежда, а крючком очень легко научиться вязать. Крючком в тысячу раз вязать легче, чем спицами. Вообще легче, это просто он кажется сложным. А так, когда начнете и поймете, там даже схемы, сначала, если увидеть логику в схеме, то и схемы все даются очень легко. На спицах вязать гораздо тяжелее, чем крючком. Крючком проще, интереснее и приятнее. Татьяна Кудряшова. Оля, у вас на кресле это специальное приспособление для спины? Да, Татьяна, у меня на кресле я показывала, рассказывала. У меня несколько и по-моему, да, обе здесь, видите, вот такие вот у меня подставки под спину. Я их сразу две кладу. Вот такая подставка, она вот такой имеет форму. Здесь резинка такая, не резинка, а сетка, которая растягивает. Вот вторая такая же. И вот у меня на одном кресле две вот этих подставки под спину, потому что спина у меня не айс какая, поэтому вот такими насадками пользуюсь. Вот они у меня всегда на кресле, вот так вот я сижу, прижимаю спину, мне поясница комфортнее. Да, это специальное приспособление. Покупала я, не помню уже, либо на Озоне, либо на Вайлберрис. Как оно называется, я тоже забыла. Опора для спины или еще как-то, в общем, как-то да. Не помню, не помню, как называется. Елена Черкашина. Оля, многие мастера говорят, что в изделиях с круглой кокеткой вытачки вязать не нужно. Кокетка имеет форму круга, что заменяет наружную вытачку. Хочет услышать ваше мнение. Вы знаете, я, Елена, не большой специалист по круглым кокеткам, поэтому здесь я могу ошибаться, но в круглых кокетках вытачку я все-таки вязала. И мне кажется, она там нужна. И в круглой кокетке я всегда стараюсь, вот она круглая, вот здесь, да, а я все равно вот так вот ее выравниваю и выхожу на прямое полотно и потом вяжу вниз. Надо с вытачкой. Связала с вытачкой и потом внизу вяжу вниз. То есть я вот этот полукруг выравниваю по телу вот так вот обратно поворотными рядами и по рукаву также. У меня вот так рукав идет и вот эту часть рукава я тоже удлиняю, прежде чем выйти на обвязку рукава. То есть тоже обратно поворотными рядами и это рекомендую делать. Прям рекомендую. Но небольшой специалист, возможно, можно и не делать, но я рекомендую делать и вытачку, и вот выходить из полукруга в прямое полотно, а потом только уже идти вниз. Прошу прощения, что волосы выправляю. Вы видите, у меня длинная челка, я тут отращиваю волосы, поэтому она лезет. Я опять буду поправлять ее периодически. Софья Бычкова. Оля, вы вязали пулловер полупатентной резинки сиреневого цвета из Коттен Голд. Да, вязала. И не только сиреневый, еще и серый такой вязала. Как вы думаете, кардиган хорошо будет из этой пряжи и этим рисунком? Да, хорошо будет из этой пряжи и этим рисунком кардиган будет замечательный. Да, нет у меня, нет у меня в наличии этого кардигана. У меня был джемпер здесь, хотела вам показать, но джемпер я тоже подарила Танюшке, поэтому тоже нет. В общем, да. Из Коттен Голд сиреневого цвета Евелина до сих пор носит, Катя такой же носит серого цвета, то есть они у них в близнецы один в один одинаковые, только один серый, другой сиреневый. Кардиган будет хорошо. Полупатентная резинка хорошо ложится в кардиган из Коттен Голд. Из Коттен Голд очень хорошие кардиганы получаются, у меня таких отвязано один белый, а второй у меня розовый, он не из Коттен Голда, а из другой пряжи, не помню уже какая, но Коттен Голд классно в кардиганах, классно. Можно в две нити вязать из Коттен Голд, будет такой прям, знаете, грубый кардиган, вот у меня же получается из Коттен Голд плюс связан кардиган, то есть можно было взять ниточку Коттен Голд в две нити, будет то же самое. 500 грамм ровно у меня ушло, но надо грамм 600, потому что у меня, я даже не знаю, в этом году надену я этот кардиган или нет, потому как кардиган остался в прежних размерах, а Оля что-то там раздобрела маленечко, маленечко. В общем, вот, а так, да. А что за нитки? Вот эти? Это что за нитки? Если про это, то это у меня сейчас покажу. Так, не вывалить бы, сейчас, секунду, девочки. Я сегодня по-домашнему одета, надеюсь, вы на меня не обидитесь, я прям в третков спортивных, как дома была, потому что что-то сегодня ничего не успевала, пока сын позвонил, с ним поговорили, потом дочка позвонила, с ней поговорили, потом я что-то повязала, посидела, потом пока приготовилась, вот мои ниточки. Так, вы видите, опять это все в перевернутом изображении, вот, это фирма Сиам, пряжа Ронда, вот это серая пряжа. Скажу составляющую, 60% шерсть, 40, вискоза, в 50 граммах, 110 метров. Я вяжу на спицах 5 миллиметров, на карбоновых, видите, карбоновые черные спицы, 5 миллиметров. Резинку вязала на спицах 4,5 миллиметра, можно было тоже на пятерке вязать, ну, немножечко, я думаю, что постирается, пряжа пружинистая, такая хорошая, пряжа, одна нитка идет, боялась я, чтобы она не косила, абсолютно не косит, ни в какие стороны, никуда, все нормально, все отлично, в общем, замечательно. Пряжа не, не мякушка-мякушка, вот прям такая, что вот надеть, надеть и растаять в ней, как есть некоторые составы, но пряжа, ничего, мне нравится, хорошая пряжа, хороший состав, у меня тут был как-то комментарий, недавно, на, в ютубе, девушка одна спрашивает, Оль, а вот вас не раздражает, а вернее, вас не напрягает, то, что на эту пряжу много отрицательных отзывов, когда же меня это напрягало, меня никогда не напрягает отрицательные отзывы на ту или иную пряжу, пока я все не пощупаю своими руками, пока я не сделаю свой собственный вывод, меня ничего не напрягает, я слышу, я читаю комментарии или комментарии, или отзывы о пряже, если новой пряжей начинаю пользоваться, я все читаю, все слушаю, анализирую, беру эту пряжу, вяжу, делаю свой, абсолютный, свое мнение, которое порой кардинально отличается от тех мнений, которые я слышала, мне кажется, здесь очень много факторов, понравится нам пряжа или не понравится, поэтому я про эту пряжу в данный момент времени, вот пока я вяжу, вязала образец, стирала, вот он у меня образец, смотрите, он нормальный образец, хороший, очень пряжа такая пружинистая, гладкая, с небольшим ворсом, в общем, такая мне нравится, пока нравится, свяжу изделие, посмотрю, поанализирую, конечно же, все вам расскажу, никогда от вас ничего не таю, и поэтому, наверное, и вас призываю где-то слышать, читать отзывы, слушать отзывы, анализировать своим умом, и не, как это сказать, не опираться на опыт других людей, только своими ручками все пробуем, ну, это мой такой девиз, и он мне нравится, некоторые, наоборот, очень хвалят какую-то пряжу, а я раз попробую, я, пряжа плохой для меня, наверное, не бывает, есть пряжа, которую я переросла, есть пряжа, который, как, который я еще пока не доросла, которую я боюсь браться за нее, вообще даже вязать из нее, а есть пряжа, которую я очень сильно люблю, но из любой пряжи можно, абсолютно можно, к любой пряжи подобрать проект, вот я все подбираю проект для Кашемира Коска, очень мне хочется что-нибудь из этого связать, потому что это будет невероятно теплое, классное изделие, но пока я не могу найти под него проект, который бы меня устраивал полностью, вот как только найду, так будет классное изделие, я уверена, что будет классное, вот, но пока еще, вот, что-то я в тему в другую пошла, меня просто спросили, что за нитки, нитки Ронда, Надежда, девочки, нас 100 человек, Надежда Берновская, Оля, я вяжу коноплю спицами 2,75, спасибо, что подсказала, буду вязать на пол размера больше, да, вяжите больше, потому что она, вы знаете, ее можно отпаривать, то есть, у вас изделие, если после стирки немножечко как бы соберется, вы можете прям погладить это изделие, прям погладить с паром, и оно немножечко как бы растянется, ну, растянется, размягчится, так сказать, вот, то есть, я его и гладила, и отпаривала, прям, не просто отпаривала, держа утюг над изделием, а прям, ну, вот, вот, прям гладила с паром, все нормально было с ней, Наталья Андрианова, здравствуйте, Оля, здравствуйте, очень приятно было с вами познакомиться на просторах YouTube, скажите, пожалуйста, как избавиться от страха, что изделие не получится, никак, просто брать и вязать, Наталья, чем больше вы будете вязать, тем меньше у вас будет страха, смотрите, хорошо, я, когда была молодая, когда я была, можно даже сказать, наверное, маленькая, потому что это возраст где-то 13-14 лет, мне попалась книжка Карнеги, да, Карнеги он сейчас называется, но я тогда не знала, как правильно называть, я говорила, Дэйл Карнеги, и там, как перестать беспокоиться и начать жить, такая, одна из книг была, и в этой книге было одно замечательное правило, которое я использую вот с тех самых пор, я тогда научилась его применять в своей жизни и применяю сейчас, и независимо это к вязанию, к работе, к жизни вообще, да, оно применимо абсолютно везде, смотрите, я сейчас своими словами, конечно, здесь, где Карнеги, где я, ну, я вам скажу, как я это понимаю, вот смотрите, вы боитесь вязать, вы боитесь, вот, вот у вас есть пряжа, вы хотите из нее связать изделие, но вы боитесь, что оно не получится, вот тогда думаем дальше так, хорошо, вот пряжа, если я начну изделие, и оно не получится, оно получится отвратительным, что будет дальше? вот что будет дальше? вот вы связали изделие, оно отвратительное, дальше что? вот примите это, вот все, вы связали уже, оно уже плохое, оно уже, оно уже получилось плохим, ну, ну, плохое, плохое, я вот дальше думаю, ну, хорошо, ладно, оно плохое, дальше что? я умерла? да нет, что случится? ну, нитки стоят какую-то сумму денег, хотя, если вы только связали изделие, его можно распустить, перевязать на другое, абсолютно другое, кардинально другое изделие, если у меня много так было, то есть, я вяжу изделие, классное изделие, у меня такая задумка там, все, я хоп, связала, надеваю на себя, смотрю, такая кошмар, я тут же беру, распускаю до последней ниточки, и вяжу абсолютно другое изделие, нормально? нормально, так вот, так можно? можно, но мы сейчас не об этом, как будто бы вы связали изделие, и с ним больше ничего нельзя сделать, не распустить, то есть, там все нитки запутались, все, что самое плохое, что из этого выйдет? самое плохое, это то, что вы выкинете эту пряжу, которая стоит какого-то количества денег, вот вы еще не начали вязать, а вы уже думаете, ага, изделие получилось плохое, что? я выкидываю пряжу, сколько оно стоит пряжа? ну, я потрачу, например, там 4000 на эту пряжу, жалко, жалко, сильно, сильно, но смертельно? ну, нет, не смертельно, ну, хорошо, я месяц подожду, через месяц я закажу такую же пряжу, потому что мне понравилось из нее вязать, или другую пряжу, потому что это пряжа, я поняла, что для моих рук, ну, не хочется мне вязать, из нее больше вязать, что я сделаю? через месяц куплю новую пряжу, а этот месяц что? я проанализирую, почему мне не понравилось это изделие, я неправильно обработала горловину, или у меня плохо сели рукава, потому что изделие было неправильно связано, неправильно связано там, ну, я не знаю, пройма пусть будет, ширина проймы неправильно выбрана, или глубина проймы неправильно выбрана, в общем, хорошо, значит, я беру опять, надеваю на себя это ужасное изделие, смотрю, ага, здесь мне надо было, вот у меня шли там, например, регланы линии вот тут, а мне бы вот хочется, чтобы они шли здесь, значит, я сделаю замеры по этому отвратительному изделию, анализирую, то есть, чтобы не просто так я его выкинула, а все-таки я с ним поработала, чтобы это был опыт мой, и я уже буду знать, как я буду вязать следующее изделие, и все, вот это самое плохое, что может случиться, все, вы приняли, ага, связал изделие, плохое, все, ну, выкинул, хорошо, все, успокоились, успокоились, берете спицы, берете этот клубочек, моточек, и начинаете действовать, хуже того, что вы себе в голове придумали, быть не может, а все остальное, будет для вас приятной неожиданностью, то есть, как говорит мужицкая Татьяна, мой любимый, один из моих любимых психологов, она говорит так, что типа, эмоция это факт минус ожидание, то есть, если факт становится больше, чем мы ожидали, то эмоция будет классная, если мы ожидали вот это получить, а получили вот это, получается эмоция у нас будет такая, ну, вернее, наоборот, вот это ожидали, вот это получили, эмоция, ну, короче, вы поняли, чем я, да, может быть, я тут все перепутала, вот, вот таким образом избавиться от страха, от любого страха, от страха вязать, от страха, что не получится, от страха, что не возьмут на новую работу, от страха, что, я не знаю, там, что, ну, что еще может быть, мне кажется, вот это вот такой вот, для меня, во всяком случае, был пример, очень замечательный, очень замечательный, я прям рада, и спасибо Карнеге, что он когда-то мне это подсказал, ну, мне, в плане, из книги, я это вычитала, и вам рекомендую, вот так я длинно отвечаю на вопросы порой, Наталья Толкачева, добрый вечер всем, давно я не была на прямом эфире, все больше смотрела в записи, Наталья, здравствуйте, я очень рада вас видеть, Людмила Кузьмиченко, добрый вечер, Оле и девочки, всем привет из Красноярска, привет, привет, Марина, Марина, связала джемпер со спущенным плечом, окат на рукаве сделала, а шеф на рукаве почему-то уходит на большой палец, как думаете, в чем дело, пряжный косит, Марина, вы мне сегодня это писали, я вам уже ответила, мне нужно видеть фотографию вашего изделия, если вы мне сейчас какую-то фотографию прислали, то я ее не вижу, я сейчас веду прямой эфир, если что, вы мне вконтакте, тогда в личном сообщении отправьте фотографию, я посмотрю, в чем дело, ну, во-первых, вы мне написали, окат рукава, вот спущенное плечо, вот, окат рукава вы вывязали, вывязали, но вы не вывязали само спущенное плечо, у вас плечо связано прямо, а вы представляете, вот, вы видите, как идет рука, вот она как идет, да, под наклоном, а увы, связали прямой, без, без оката, без, ну, как это называется-то, боже мой, вон, вы, выше было воли, только что снимала видео на эту тему, да, вам, плечо, скос плеча, скос плеча, вот, вы не вывязали скос плеча, у вас идет прямо, И когда вы вот так опустите руку, у вас вот здесь вот будет все торчать колом. Но вы говорите не об этой причине, вы говорите о том, что у вас вот этот шов косит на бок. Вы убавляли петли по рукаву вот здесь? Возможно, вы убавляли петли с одной стороны, и поэтому у вас идет перекос туда. Короче, надо фотографию. Покажите мне на себе, то есть встаньте, сфотографируйте себя, как выглядит изделие на вас. И покажите мне сам вот этот шов, и прям можно близко-близко вот так вот в камеру, чтобы я видела, что вот тут вот не так, и почему пошла косина. Если вы делали убавки, возможно, вы делали несимметричные убавки, и поэтому у вас шов вот так перекосился. Либо надо смотреть, что еще не так. Поэтому, Марин, я жду вашей фотографии в личные сообщения. Я никому их не покажу, не переживайте. Все фотографии, которые вы мне присылаете в личных сообщениях, я никому не показываю. Если я хочу кому-то сильно-сильно показать, например, там вау-эффект, какой-то шикарной фотографии, классные изделия, я у вас обязательно, прежде чем куда-то это фото послать, я у вас спрошу разрешение. Если вы разрешаете, то да, если не разрешаете, то нет. Поэтому не бойтесь мне посылать личные сообщения фотографии. Вот. В личных сообщениях. Наталья Коробка. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Как лучше обработать горловину, низ, рукава пуловера из буретного шелка? Пробовала двойной полой резинкой, после ВТО пряжа расползается. В том числе и обработка самой края идет юбочкой. Расширился. Выглядит неаккуратно. Хоть и вязала обработку на спицах полтора, основное полотно на 2,25. Бурет 600 метров на 100 грамм. Вырез V-образный. Мне кажется, в вашем случае надо попробовать как раз подцепить ниточку эластана тон в тон. Либо эластан найти тон в тон, либо меринос найти тоненький какой-нибудь тон в тон. И попробовать поднишать к нитке, вот к этой, к основной, еще какую-то. И у вас будет утолщена резиночка. И связать резинкой. Резинка один на один. И у вас будет резинка толще, чем само полотно, как бы грубее. И она на спицах также полтора, на самых тоненьких, которые у вас есть. И... А чтобы край не шел юбочкой, сделайте наборный край. Вот именно имитация фабричного набора. Или итальянский набор, он по-другому называется. Попробуйте вот таким образом взять набор, тогда у вас не будет идти юбочкой. Не должен, во всяком случае. И к пряже что-то примотать такое, что застабилизирует ее. Образец вам в помощь, ищите на образцах. И думаю, что все удастся. Пробовать надо, пробовать. Эластан, либо... Даже попробуйте катушечную. У вас очень тонкие, 600 метров на 100 грамм. Если вы в одну нить вяжете, то у вас очень тонкое полотно. Попробуйте катушечную нить. Ее вы везде найдете, в любых магазинах с тканями, где швейные принадлежности продаются. Купите обычную нить, которая швейная. Тон в тон подобрать очень легко. Я иногда так балуюсь. И она застабилизирует. Резиночки будут пожестче. Надежда Берновская. Оля, вяжу спицами 2,75. Ощущения непривычные. Как будто из мягкой проволочки. Да ну нет, 2,75 не такие тонкие. Ну вот видите, кто что привык. Для меня вот пятерка, это вообще... Это палки. Вот у меня пятерка, это палки. Для меня пятерка вязать... Ну как-то удивительно. Я бы лучше на троечке, или на 2,25, на 2,75 вязала. Вот думаю, может надо было на тройке вязать. Распустить пока немного. Не знаю. Вам для того, чтобы понять, вы сначала все-таки... Ну можете вы сейчас остановитесь, возьмете другой моточек пряжи и попробуйте на тройке связать образец. На тройке. И посмотрите, постирайте его, посушите и посмотрите. Понравится вам полотно. Или в сравнении. Вот, например, одно полотно и вот другое полотно. Вот у меня спицы были 4,5, а вот пятерка. Я надеялась, что я на 4,5 буду вязать. Но нет, этот джемпер надо вязать на пятерке. Вот. Прижмите к себе два вот так образца. Ну не к себе, а на столе где-нибудь. Один, второй. Вот вы же уже вяжете какое-то изделие. У вас немножечко отвязано. Вот у меня немножечко отвязано. И вот я второй свой образец вот так приложу. Ну да, например, вот этот мне нравится больше, поэтому мне не жалко это распустить. Тогда я начну вязать на троечке. Вот. А если... Потому что... Это вы же про коноплю. Если вы в одну нить ее, эта пряжа очень тоненькая, на троечке ее вязать, мне кажется, будет рыхловато. Если в одну нить вы вяжете, мне кажется, рыхло будет. Ну, надо пробовать, надо пробовать. Елена Тараскина. Добрый вечер всем. Привет из Подмосковья, город Озеры. Привет-привет, Елена. Привет. Ольга Ключникова. Не слышно вас? Ну, не знаю. Сегодня я без микрофона. Меня должно быть слышно. Ну, не так сильно хорошо, как с микрофоном, но больше рисковать не буду. А то я тут снимаю порой видео вам. Час сижу, рассказываю. Такая вся, как... Какие-нибудь эмоциональные причем видео, а потом начинаю редактировать его. А у меня звука нет. Я такая, блин. Опять меня микрофон подвел. С микрофоном очень хорошо, звук очень хороший, но он меня очень часто подводит. Но все равно я, как это говорится, да, натяну сову на глобус. Есть еще грубое выражение, не буду его говорить в прямом эфире. Никогда не покорюсь, да? Вот. Но вот и я такая же упертая. Все равно буду с микрофоном. Девочки, вас не раздражает, что я вяжу? С вами разговариваю и вяжу. А то, может быть, неприятно. Ирина Пашалы. Вязала из пихорки конопляные. Зонтик от солнца. Долго. Но оно того стоит. Оно стоит, да. И пряжа очень-очень, как это сказать, носибельная. У меня цвет, вот это летняя пряжа, да, цвет, как вы видели, у меня такой петрольный, достаточно яркий. Ну, как он? Он пастельный, но он не сильно бледный. И он не выгорает. Не выгорает. Вот пихорка жемчужная тоже не выгорает, девочки. Как я его связала каким цветом, так и ношу этим цветом. Не выгорает. Вот. Перекашивается футболка, она очень широкая. А я же еще и сутулись. Поэтому, простите. А, и вся, и сдергалась. То волосы поправляю, то там, то сям. Ну, жизнь, девочки, жизнь. Юлия Владимировна. Я, кстати, тоже смотрю и учусь вязать. По книгам почему-то понять не могу. Мне надо наглядно показать. Некоторые лайфхаки беру. Юлия, спасибо вам большое. Очень приятно слышать. Альбина Хасанова. Все хорошо. Спасибо, Альбина. Татьяна Сметанина. Здравствуйте, Оля и девчонки. Я тоже с вами. Хоть как всегда с опозданием. Да, как можно опоздать на прямой эфир? Что тут? У нас тут тема за темой. Все нормально. Никуда вы не опоздали. Это не школа. Двойки за это не ставим и с урока не выгоняем. Ничего страшного. Потому что реальная жизнь всегда лучше проживать, нежели онлайн жизнь. Поэтому сначала все реальные дела, а потом уже как отдыхалочка сесть, повязать или попить кофе после трудового дня. Это так здорово и послушать человека, который вам нравится. Не обязательно меня. Очень много кто ведет эфиры. Можно и других. А можно и сочетать и одного, и второго, и третьего. И без хлеба. Юлия Владимировна, очень помогли понять, как вязать реглан, чтобы он сел хорошо и с выточками тоже применяю. Теперь могу посадить на себя изделие. Юлия, спасибо большое. Так приятно, что мои наработки могут тоже кому-то помочь. Спасибо. Очень приятно. Юлия Владимировна, за дочек говорите, что вяжете им. За мужа слышала. А сыну вяжете что-то или ему не нравятся вязаные? У сына у меня есть два джемпера. Но первый джемпер он, наверное, уже не носит. Я его вязала года лет пять назад. А второй джемпер я вязала, наверное, года три уже назад. У меня почему-то тут вот немножечко я ошибаюсь. Когда я что делаю? Наверное, года три назад я вязала ему черный джемпер. И в линии я вязала карамельку. По-моему, джемпер карамелька был такой. Вязала в бежевом цвете. А сыну точно такой же, один в один, с такими же регланными красивыми линиями. Все-все-все, только черного цвета. И вот это как бы у них семейные такие были фамилии луки. У Юлины бежевый, а у Никиты черный. Все, а больше ему не надо. Он ходит в очень-очень тонких свитерах или джемперах. То есть он, нет, мама, мне не надо, носки носит. И то я ему вязала, может быть, года четыре назад. И каждый год Никита носки. Он, нет, а ты что, мама, у меня еще тени износились. Не, не, не надо мне, не надо мне. То есть вот так вот, а так. Конечно, надо быть свежим. Пока не надо, не надо. Я не обязываю никого на кого-то вязать. Мне хватает на кого-то вязать. Наталья Кузьменко. Дочь в восторге от варежек. Моя тоже Екатерина. Ой, у вас Екатерина. Здорово. Я рада, что вашей Екатерине тоже нравится. Маргарита Астахова. Добрый вечер. Добрый, добрый, Маргарита. Юлия Абросимова. Добрый вечер всем из Магнитогорска. Ой, соседи. Привет, привет, Юлия. Привет. Ирина Варнали. Привет с Якутии, поселок Чернышевский. Я у вас впервые на эфире. Смотрю в записи и в основном поздоровалась и пошла спать. Всем мира и добра. Ирина, спасибо большое. А вам спокойной ночи. Ложитесь спать. Сладких вам снов. А прямой эфир можно посмотреть в записи. Я надеюсь, запись сохранится. Светлана Гришакова. Добрый вечер. Добрый, мои хорошие. Добрый. Людмила Сергеева. Вы правы. Нужна выточка. Да, вот мне тоже кажется, все-таки на круглой кокетке изделие садится лучше с выточкой. Без выточки связать можно? Можно. Сядет? Сядет. Носить можно с радостью? Можно. Но когда свяжете второй раз и попробуете, ну то есть свяжите одну кокетку круглую без выточки, а вторую с выточкой, посмотрите, как это смотрится на вас. Если у вас нет разницы особо в посадке, то тогда, может быть, вам выточка не нужна. А если все-таки вы потом уже увидите разницу, что, ну да, с выточкой сидит как-то более комфортно, да, то есть более красиво, более элегантно, может быть, или эргономично, как это назвать, не знаю, но, в общем, может быть, оно будет лучше. Тогда вы уже, да, все-таки мне выточка нужна. Сделайте такой итог. Я частенько так экспериментирую. Наталья Игнатенко. У меня кардиган из Ронда Сиам. Прекрасная пряжа. Теплая и не паркая. Любимая французская кофта. Вот, видите, поэтому... Да, меня тоже удивил тот комментарий, что вы... Вас не смущает, что так много отрицательных отзывов. Не смущает, абсолютно. У меня отзыв положительный об этой пряже. Мне нравится, как она лежит в полотне. Ее видно, да, что у нее одна стенка как бы немножечко повернута. Да, видно вам? Гладь у нее такая интересная. Она ложится... Вот я при вам же на прямом эфире вяжу, да. Видите, она без рядности ложится. В основном, ну, так вот. Это же еще не стиранное полотно, да. Ну, вот видите? Рядности практически нет. Классная ниточка. Вообще, пока к ней претензий не имею совсем. Не знаю, посмотрим, как она будет жить во время носки, как она будет носиться. Пока все отлично. Надежда Трушникова. Очень люблю, когда вы рассказываете и показываете новые бренды пряжи. Правда? Хорошо, я учту, Надежда. Светлана Голландская. Оля, я извиняюсь за вопрос на прошлом эфире про футболку поперечным вязанием. Я сама увидела у Марина век, ее вертикаль и загорелась. Но если вы будете вязать, я с вами. Так вот, кто этот такой плохой, негодный человечек, который в мою голову вбил мысль о поперечной футболке? Светлана. Ну, я думаю, вы понимаете шутки, да, что это я вас любя так. Правда. Не поверите, девочки, Светлана в прошлом эфире спросила Оля, а вы не планируете связать себе футболку поперечным вязанием? Я, я вот только два джемпера связала поперечным вязанием. Не, я не планирую, я не буду вязать футболку, я не хочу вязать пока. Пока не буду. Не прошло недели. На этой неделе, я, так, эфир был в четверг, по-моему, даже в пятницу, прямо сразу после эфира, на следующий день сидела на работе и такая, точно, футболку поперечным вязанием, блин, а как классно будет. А вот если из моего папируса, ну, как, потом я папирус забарковала, ну, на тот момент я такая, ааа, из папируса, все, точно буду вязать из папируса. А в этот момент, девочки, вы не поверите, я занималась расчетами по своей работе. Я была вся в компьютере, в цифрах, в расчетах, а в голове вертелась вот эта мысль. Я не знаю, как я дожила до перерыва. В перерыв я схватила бумажечку свою. А, чтобы вы знали, что мои распечатки, на которых я рисую свои модели, ну, вы знаете, да, на одной стороне у меня цифрами-цифрами... Не, сейчас покажу. Сейчас. Взяла первой попавшейся, девочки, это моя лиса Алиса, которая скоро будет довязываться, а может, до осени не будет довязываться. Вот, одна сторона моих бумажечек, это где у меня вот такие распечатки, циферки-циферки, на которых я распечатываю, как делать крыловину там и прочее. А вторая сторона вот такая, где я рисую рисунки там, да, и все рассчитываю. Так вот, сидя на работе, а я, по-моему, сейчас покажу, что я тут наваляла. Если оно у меня тут, среди моих, вот это вот у меня все ходовое. Ну, кстати, вот сюда я планы записываю и закрываю их, больше их не смотрю. Ну, просто все лежит в одном видео. Так, ой, в одном месте. Сейчас, мои дорогие, сейчас. Когда-то рисовала, когда-то хотела такой проект, даже не назвала его и так и не сделала. Хотя все рассчитано уже в сантиметрах. Так, лесные мотивы. Аврора. А, что, не тут? Где? Где, где? Джемпер на удачу. Не хочу найти. Вот прям хочу вам рассказать всю эту историю. Ну, значит, в пакете. Благо все рядом. Ну, прошу прощения, немножечко дайте мне пошалить. Показать вам. Так. Ну, давай, показывайся, где ты. Так, трям. Девочки, нету? Не может быть. Не может быть. Я не я буду, если не найду. Вот, все, вспомнила. Все, вспомнила. Ура, вот оно. Пряжа, которую я выбрала для проекта. Для этого. Который должен был из папируса. Вот из этого быть. Вот из этого папируса. Вот сижу на работе. У меня вот такие листочки есть и на работе. То есть они у меня в распечатке. Они у меня и дома файлики лежат. И на работе у меня в тумбочке, в личных вещах тоже вязать. И видите, она называется футболка поперечной папирусы. На работе рисую. Замеряю все на себе. Это уже вот в перерыв я тут все замеряю. Все вот это делаю. Все, уже рассчитываю в сантиметрах. Мне остается только взять, прийти домой. Взять этот образец, который у меня связан из папируса. Сюда высчитать плотность. И пересчитать все на петли, на ряды. И все у меня готово. Вот так я загорелась с Светланой. И все только из-за вас. Из-за того, что вы мне нечаянно вбили в мою голову, что мне нужна футболка поперечного вязания. А потом, когда пришла домой, посмотрела из папируса образец и поняла, что ну нет, он недостаточно пластичный для поперечного вязания. Не то, что недостаточно пластичный, потому что сильно пластичные изделия тоже не должны. Вот это я вам сейчас поперечное вязание показываю. То есть папирус, он в принципе нормально. Но мне вот еще недавно был комментарий, Оля, а что если взять на папирус по толще спицы? Понимаете, тогда будет не совсем, как это сказать, полотно я могу, может вести себя неординарно. То есть я свяжу все, но оно может начать расширяться, потому что это поперечина уже будет, а поперечина ведет себя не так, как продольное полотно. Продольное полотно не вытягивается так сильно, а поперек оно может тянуться бесконечно. Вот. И как пряжа себя поведет, я не знаю, и спицы больше брать боюсь. Во-первых, а во-вторых, все-таки она толстовата для того процесса, для поперечного вязания и толстоватый. В общем, там надо что-то другое придумать, но пряжа мне нравится, девочке нравится. Я знаю, что есть два лагеря, есть любители этой пряжи, есть не любители этой пряжи. Эта пряжа выглядит не... Как вам сказать? Вот эта пряжа, она выглядит, вот это изделие выглядит... Ну вот вы только вас вязали, это новое изделие. А связали вы изделие папирусом, оно будет выглядеть у вас как... Как будто его вязала ваша бабушка, носила ваша бабушка, передала вашей маме, а потом вы донашиваете. Ну такое и есть. Но мне это не пугает, мне такое нравится. Это такая потешная модель. Ну и ничего страшного. Это то же самое, кстати, как футболка Альва. Из Альвы я вязала тоже так же. Очень хорошая нитка, но там теплая нитка. Я-то думала, я его летом буду вязать, но нет, оно теплое, тем более я его потом сваляла и пришлось... Не пришлось, вернее, я его подарила своей подруге. Подруга пришла и сказала, ты будешь носить такое изделие? Это у меня худенькое-худенькое, маленькое-маленькое. Я говорю, если будешь, я тебе его подарю. Она, да! Хоп, у меня его забрала и сказала, я буду носить с превеликим удовольствием. Ну, а я счастлива. Но она размера на 4, наверное, поменьше меня. Так что вот, Светлана, скорее всего я поперечину буду вязать, поперечину, ну, из той пряжи, которую, ну, наверное, вряд ли вы в России найдете. Но, в принципе, вы можете подобрать другую пряжу. Ну, про эту пряжу я вам говорила вот в видео, в котором я показывала, а, влог недельный, не недельный у меня получилось, по-моему, я хватила на 4 дня с воскресенья по среду. Короче, последнее видео, которое до этого эфира, вот, там я рассказывала про эту футболку все подробненько. Вот. Спасибо вам, Светлана, за то, что вы поселили эту мысль у меня в голове. Галина Дрогольчук. Здравствуйте всем. Ольга, а как конопля по теплоте? Холодит или все-таки жирковата? Знаете, она комфортна. Она не холодит и не жирковата. Как вам объяснить? Ну, я-то его не носила вообще-то, носит у меня муж, но подмышки у него не потеют. Прошу прощения за такие вот физиологические высказывания, но это же важно знать. То есть он не потеет, в ней тело дышит. Если тело дышит, то душно уже не будет. Что в вискозе, что в конопле, что в альне. Жарко не должно быть. Но во всяком случае, мы живем на Урале. У нас бывает, конечно, температура воздуха где-то 38, наверное, максимум, наверное. Ну, пусть 40 будет. Это максимум, который у нас бывает. Очень редко, очень редко. В основном у нас температура где-то в жаркое лето. Это июль месяц. Жаркое лето, ну, 30. 30 градусов бывает. Вот. Ну, не знаю. В 30 градусов можно, наверное, голый ходить, и будет жарко. Но вискоза, вот она немножечко имеет свойство холодить. И то, если вы ее свяжете не в обтяжку, а вот, например, вот такой балахончик, то она будет холодить вас. Вот вискоза холодит. Насчет конопли не знаю. Сама не носила. Но не жарковат. Если бы мужу было жарковат, он у меня не выносит этого ощущения. Он у меня теплые свитера зимой надевает. Очень редко. Крайне редко. Теплые кофты. Джемпера, свитера, там, как их называть, хоть как назовите. Пулловеры. Очень такой... Предпочитает тоненькие-тоненькие изделия. Вот в этом году он носил мое, которое я ему связала на 23 февраля, да? Носил, носил. А так, ну, редко. Надежда Берновская. Дэйл Карнеги. Замечательное произведение. Да, замечательное. Хотя меня некоторые, так знаете, укалывают, типа, а вы знаете, как он закончил свою жизнь? Что он умер в полном одиночестве, там, а вы знаете? Ну, ну и что? А кто из вас уверен, что вы так не закончите свою жизнь? Я не уверена. Мы никто не знаем, как она сложится дальше. А самое главное, как жить в жизни. И там, на тот момент, когда я его читала очень сильно, не то, что читала, я старалась жить по Карнеге, то есть я наизусть знала все его странички, постоянно перечитывала эту книгу. И, вы знаете, он мне очень помог. Во время подросткового периода, когда всё плохо-плохо, когда мир чёрный и нету никакого просвета, вроде бы как, ну, вы понимаете, о чём я. И в тот момент Карнеге меня прям вытащил из этой депрессивной ямы. Вытащил прям. Вот. И я такая, вау, а жизнь-то есть. Вовремя он мне попался, поэтому я ему благодарна всю свою жизнь. Благодарна. Теперь, конечно, я его другим психологам также благодарю, но это первый был психолог, я его считаю психологом, который встретился у меня на пути, который мне очень помог. И помог общению с людьми, между прочим, сильно. Вот мне бы сейчас тоже, наверное, стоит, потому что я уже тоже начинаю срываться немножечко, на людей огрызаться начинаю, ну, наверное, зубки начинаю показывать, потому что устала. Устала, устала. Ну, ну, как-то так. Я живой человек. Римма Аненкова. Ура! Получилось вас увидеть. Римма, я очень рада вас видеть. Римма Аненкова. Прямо целый психологический тренинг. Как здорово! О, это мы можем. Мы еще не так можем. Нам только дай поговорить. Татьяна Тарасова. Скос. Да, скос плеча. Я забыла название. Скос плеча. Татьяна Пипко. Здравствуйте, Оля и девочки. Я сегодня на работе, поэтому, что смогу, послушаю. Остальное в записи посмотрю. Хорошего вам вечера. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Хорошей вам работы. Легкой. Ирина Александровна. Всем здравствуйте. Здравствуй, Ирина. Как там желтый джемпер поживает? Ирина Александровна пишет, 100 человек, да, 100 человек было, сейчас 106. Желтый джемпер лежит, который лиса-лиса, он лежит, никак не поживает. Моточек пришел, видите, да, моточек, вам не видно? Он там, он лежит отдельно, джемпер у меня отдельно, пока мы друг от друга отдельно живем. Жаркое изделие, но что-то мне его как-то это, я же его все равно на следующий год буду носить. Я, наверное, в апреле его довяжу, вам покажу, расскажу и уберу до следующего года. Приятное изделие, легкое, люблю я паутинки, хоть и потолще, вот эта пряжа потолще, такая, видите, цветастая, такая классненькая, да. Вот, но пока вот лежит, вот он живет, живет своей жизнью, отдельно от меня, у нас пока небольшой развод, я, видите, другие процессы, у меня что-то процессы, процессы новые, вот этот процесс начала, этот процесс начала, что-то у меня переклинило, поперечка, неожиданно, благодаря Светлане, вылетела, так что да. Марина, Марина, Оля, спасибо, сделаю фото, да, Марин, это будет самое лучшее, сделайте фото, покажете мне, не стесняйтесь, вот как ложится изделие, так и показывайте. Хаять не буду, честно говорю, посмотрю, скорректируем, посмотрим, почему так получилось, вы можете и так носить изделие, а в следующем изделии исправить эту ошибку и все, так что не переживайте, не бойтесь посылать изделие. Надежда Берновская, Оля, давно хочу спросить, можно, нужно, вы самодостаточная женщина, любимая жена, счастливая мать и дочь, почему вы обращаетесь к психологу? Я думала, что психолог нужен, когда жизнь не складывается, спасибо. Надежда, для того, чтобы быть самодостаточной женщиной, любимой женой, счастливой матерью и дочерью, нужно обращаться к психологу. Вот для этого это все и нужно, потому что мы, у нас много разных тараканов у всех, у нас, у мужей, у родителей, у детей, и со всеми этими тараканами вместе жить надо психологу. Но психологу я не записываюсь на личные приемы, я обращаюсь к психологам, вот в интернете, это Татьяна Мужицкая, это наша любимая Татьяна Кельмяшкина, которая мне тоже очень помогла. Я не знаю, как Татьяна угадывает, либо нас уже целый, как это сказать, в одно время нас всех несет куда-то, в каком-то направлении, потому что вот не обращаешься к Татьяне, ничего ей не говоришь, она не знает твоих проблем, и вдруг Татьяна снимает такое видео, ты такой сидишь и думаешь, Таня, откуда ты знаешь, что вот это вот, вот это вот сейчас ты про меня говоришь, вот мне вот это вот сейчас надо было от тебя это слышать, вот прям как будто она чувствует, я говорю, либо у всех у нас крышу сносит в одно и то же время. Поэтому Татьяна Кельмяшкина для меня тоже психолог, очень-очень хороший психолог, сильный, сильный, спасибо Тане. Татьяна Мужицкая, у меня вот книги ее так и лежат, и я их, знаете, боюсь дочитать, вот так вот я скажу, я боюсь их дочитать, вот у меня есть такая дурная привычка, то есть самая любимая пряжа у меня будет лежать годами, самые любимые книжки у меня будут непрочитанными лежать годами, то есть я их начну читать, и я их невероятно медленно буду читать, то есть по странице в день, по две страницы в день, и они у меня будут вот прям вытягиваться, да, последние странички я вообще могу забросить годами не читать то есть я же еще буду считать что я не дочитала книгу мне есть куда идти куда расти а когда дочитываешь и такой их немножечко грустно становится вот поэтому все самое любимое у меня я боюсь за это браться всегда и порой сама себя настраиваю что надо поэтому психолог нужен для меня мне хватает психологов ю тубе таких вот вот я говорю как татьяна мужицкая это вот прям просто вот тот психолог который мне нужен я просто ее обожаю просто обожаю вот то есть пока бесплатной информации не хватает ну а карнеги увидите в свое время помог мне наталья андрианова спасибо или пожалуйста наталья а юлия гуцелюк каждое утро заряжаюсь веселой музыкой в канта в канал в к канала татьяна мужицкой впервые услышал о ней о вас до юлия а как татьяна мужицкой по утрам кофе варит на всю страну даже не на всю страну на весь мир правда же это же здорово просто не знаю мне просто нравится наверное этот человек когда тебе человек нравится тебе в нем нравится все и не раздражает мне ничего а вот если тебя начинает что-то раздражать человеке то это надо все лучше уходить лучше отписываться и не слушать не смотреть не раздражаться ни самой не писать раздраженного комментарии того человеку которого разлюбили на так сказать вот поэтому так что-то мне не стол что ли низкий минуты прям вот так вот сижу перед вами хочется вот так сесть а тут стол ну-ка я сейчас попробую немножечко но придется вам меня поменьше видеть постараюсь сидеть получше надежда трушникова оля вы говорите простой наборный край это какой это край давайте покажу вот нет скажем я тут есть это наборный край давайте движем ряд сейчас надежда подождите и покажу это обычный край длинный хвост наборный край длинный хвост вот не так вот спится вот нитка оставляем длинный хвост чтобы его хватило на набор того количества петель который нам нужен понимаете да что вы меня сейчас зеркальном отображении смотрите я ничего не могу сделать это я тем говорю людям которые меня за этот ролик и вот так вот набираем вот раз-два как вам показать то лучше 34 видного 5 6 7 8 ну вот 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 обычный наборный край обычный наборный край длинный хвост вот но все вы его знаете наверное все все им набирают сейчас я сразу беру потому что у меня здесь записульки мне надо именно на этот клубочек эти записульки оставить так ответила на ваш вопрос надежда давайте пойдем дальше марина шишихахмедова добрый вечер привет из дербента стараюсь каждую неделю быть на эфире марина спасибо большое я очень рада вас видеть лариса рычкова а я так я тоже вес вижу свитер из бурета низ сделала с имитацией фабричного края а горловину китлевка из тамбурного шва по ольному мк ну вот видите вот ну вы знаете бурет бурету рознь разные бурета бывают буретный шелк это буретный шелк разная выделка бывает разные фабрики бывают по-разному делают то же самое что про вискозу вот недавно разговаривали про вискозу девчонки тоже говорили воля спасибо вы научили меня не бояться вискоза девочки вискоза вискозе рознь как бы вам показать вот есть вискоза вот она какая вы видите какая она поняли вы замечаете она глянцевая она вот если у вас наверное будут на руках но заусенцы какие-то да там вот она будет цепляться за руки но на классный вискоза классный но вот такого качества да и она сделана если мы ее посмотрим это я вот потом сожалела что я этого не сказала в том в перерывчике вот видите она такая пушистая нитка видите да то есть она как будто бы сделано из какого-то из какой-то паутин условно ну то есть много 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 ниточек вот такие вот волокна как бы вот вот такая и сейчас я вам еще одну вискозу покажу еще одну стопроцентный вискоза ахана у вас тоже блестит да она абсолютно матовые девочки она абсолютно матовая у нее блеска нет вообще она сейчас блестит на камеру но у нее вообще нет блеска нам матовая но это вискоза это точно вискоза это не что другое это не ошибка производители нет нет просто такие есть виды вискоза вот такая вискоза используется в ниточке define моя любимая вискоза моя любимая нитка и она вот эта нитка она как бы создана уже скручена из тоненьких тоненьких ниточек то есть есть вискоза которая скручена вот так из ниток ну как обычный там хлопок до обычная шерсть вот три нитки вот вискоза скручены из трех ниток а это вискоза которая одна нитка идет одна и она вот такая вот такие вот волокна имеет в конце вот так вот вот это один вид вискозы а это другой вид вискозы По-разному он ощущается на руках, и по-разному он вяжется. Вот этот немножечко дискомфортнее вяжется, а этот очень комфортно вяжется. И то, и другое стопроцентная вискоза. Может быть, те, кто вязал вот из этой вискозы, ее не полюбили, а те, кто вязал вот из этой вискозы, поняли всю ее суть. Но когда ты повяжешь из этой вискозы, ты уже и эту вискозу тоже не боишься. Мне кажется, это разная выделка. Я где-то про это читала, что есть несколько способов изготовления вискозы. Вот именно, вот есть она там что-то вытягивается через трубочку, как у нас в метизном производстве волока, то там тоже через какую-то сужающуюся трубочку вытягивается. Это, по-моему, вот это вот. А это как-то по-другому делается. Ну, короче, в общем, вот. Поэтому уточняю вам информацию по вискозе, хотя сегодня меня об этом никто не спрашивал. Я забыла это сказать в перерывчике. Вот, поэтому и бурет тоже самое. Буретный шелк – это пряжа белкового производства. Белкового происхождения – это просто буретный шелк. А изготавливается она, мне кажется, тоже по-разному. И один бурет от другого тоже, ну, отличается. Поэтому, да. Ну, вот вам совет, как связала Лариса. Надежда Трушникова. Вас и без микрофона хорошо слышно. Спасибо. Альбина Хасанова, вы вяжете, мы тоже вяжем. Ой, здорово, здорово, мои хорошие. Спасибо вам. Наталья Цветкова. Добрый вечер. Наконец-то попала на эфир пораньше. Я тоже сижу, вяжу. Заболела пушистиками. Вторую уже вяжу. Я тоже заболела пушистиками. Я вторую зиму их вяжу. В прошлом году я, по-моему, связала первый пушистик в своей жизни. Ну, в смысле, пушистик в плане паутинки. Первую паутинку я связала и сразу, сразу в нее влюбилась. Ну, потому что там и состав-то был шелк. Там был кидмахер на шелке. Это же вообще вау. Да, ведь первая была кидмахер. Да, кидмахер на шелке. С него я начала, по-моему, паутинки вязать. И все, и меня понесло не остановить. А тут Эвелина, дочка моя, заразилась тоже паутинками. И как начала меня закидывать, и до сих пор, я говорю, сейчас весна, А, Эвелина, а, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. И все паутинчатое. Я говорю, Эвелина, это будем вязать к следующей зиме. Она, ну, хотя бы к осени. Я говорю, хорошо, хотя бы к осени, но не на лето. Поэтому пряжу купила вон там. Видите, да? Бежевая, бежевая и серая. Вот они, вот, два пушистика, которые ждут своего часа. Это Эвелина, на Эвелине на заказ. Да, пушистики, да. Не видите, тут у меня еще, а, Ирочка, сколько мне пряжи пушистые, да, вот на пушистики прислала. Ой. Я боюсь, что потеряли вы меня. Будем вязать с вами одни пушистики. Надежда Берновская. Оля, образец понравился, но с учетом усадки можно, наверное, и на тройке. Готовую работу простираю два раза, потом буду носить. Ну, тогда, может быть, распустить и начать на тройке, чтобы было легче и проще вязать. Ольга Никишкина. Оль, привет. Здравствуйте, Оля и девочки. Всем привет, добра и здоровья. Увлеклась своими носками с жаккардом и забыла про наши посиделки. Такое увлекательное занятие. Да, я представляю, как здорово. Носки с жаккардом – это вообще красивая вещь. Мне нравятся варежки с жаккардом. Мне нравятся носки с жаккардом. Это так красиво. Это так мило, так уютно, так по-доброму, по какому-то. Знаете, вот мне очень нравятся носки и варежки с жаккардом. Хотя сама не вяжу, как вы можете понимать, да? Юлия Гуцелюк. А вас не раздражает, что мы вяжем? Нет, меня не раздражает. Меня даже не раздражает, что вы чай сидите пьете с вкусными конфетками, например. Меня не раздражает, что вы вяжете. Меня не раздражает, что вы дремите под прямые эфиры. Нет, меня не раздражает. Нет, мне приятно. Татьяна Дмитриева. Ольга, а из воздушного канта от пихорки вязали образец? Да, вязала. Я в прошлый эфир заказала эту пряжу лавандовый цвет. Связала образец. Я в восторге от этой пряжи. Мягкая, в узоре двоет два цвета. Белый пушок, а с верху лавандовые петельки. Красота не описать. Теперь подобрать фасончик и вперед новый процесс. Я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже была очень приятно удивлена. Сейчас я вам покажу эту пряжу. Где она у меня? Так, а где она у меня? Она же у меня была рядом. Вот же она. Вот она, вот она. А где у меня образец? Сейчас, девочки, буду искать образец. А вот у меня образец. Сейчас покажу. Мне, повторюсь, это пряжа из магазина Костен Дель. Магазин Дель Эльвира Костенко. Промокод. Не забывайте, девчонки, использовать промокод. А то многие из вас заказывают пряжу, а про промокод забывают. Пряжа у меня сиреневого цвета. Вот такого. Вот вам, наверное, сейчас видно хорошо. Это пихорка. Воздушный кант. И, конечно же, этот цвет. 150 метров на 50 грамм. Что еще сказать. Цвет номер 22. Сирень. Состав. сейчас найду 35 мериносовая шерсть 65 бамбук мой любимый бамбук бамбука вискоза это одно и то же вот замечательная нитка она видите такая сложный цвет там ниточка основная вискозная ниточка чуть потемнее но вам плохо вот вот здесь вот вы сейчас видите основная ниточка чуть потемнее опушок чуть посветлее цвет такой двойной и когда вяжете образец но сейчас у меня сильно засвечивается на камере я вижу я не знаю как вы это видите но у меня засвечивается образец получается ровный но такой сложный двойной цвет очень красивый образец вы можете понять какая-то мягкость да вот пожалуйста это пряжа достаточно толстая но посмотрите какая она пластичная это говорит о ее мягкости пряжи вот пожалуйста кто говорит что я не вижу из российской пряжи вот пехорка вот это мне пряжа понравилась она ее можно использовать для детей для детей от года и старше почему до года не рекомендую потому что все-таки пушок есть и как бы этот пушок в носик в ротик не залезал так ах вот это кто у нас с вами квакал то я тоже на телефон грешила а здесь у меня часы заряжали сейчас мои хорошие я надену часы а то я как будто голая когда без часов сижу мне прям не комфортно привыкла все все а вот кто у меня и квакал там сидел а я забыла что часы заряжается вот поэтому можно детям смело можно взрослым смело посмотрите красиво получится изделие красивое оно достаточно будет такое ну как это сказать не пушинка пушинка вот такая вот очень легкая очень воздушная тоже легкая воздушная но она имеет имеет ну как бы будет немножечко вниз немножечко тяжелее она будет чуть-чуть она тоже легкой пушистый но в общем классно пряжа классно резинку держит плохо она будет виде только узора но это тоже классно сейчас молодежь так и любит они не любят стянутую резиночку как правило любит чтобы она была вот такая вот расхлябанная тоже вот набор длинный хвост обычный пряжа вот мне очень понравилось мне эльвира прислала пять штук в подарок в подарок как бы на 8 марта вот и я еще пять сразу написал эльвире эльвира пожалуйста мне отложи пять штук еще пожалуйста не продай она сказала ее очень мало остается цвета уже почти все разобрали поэтому девчонки бегом к эльвире заказывайте у нее если что она привезет вам еще цвета промо-код курунова не забывайте вот хоть маленько но тоже скидка скидка всегда хорошо даже если у вас немножечко хотя бы отобьется доставка это тоже будет здорово так что да я понимаю о чем вы и мне татьяна очень понравилась эта пряжа очень понравилась меня тоже я планирую вязать наверное к осени поэтому если вы со мной покупайте пряжу будем вязать вместе надежда берновской девочки вас не раздражает что я часто пишу надо уступить другим дорогу надежда ну вы что здесь всем место хватит пишите и другие будут писать и все вместе будем писать я надеюсь я успею вас дочитать мне очень нравится когда вы пишете пишите все не стесняйтесь даже если вы никогда не писали юли гуцелюк пишите пишите вот видите людмила браун оля вы все закрываете иглой нет не все я закрываю иглой я закрываю иглой если мне этого надо то закрывая иглой нет я могу закрыть обычный протяжкой я могу ну то есть обычный протяжка это два вида протяжки 1 протяжка как В моем понимании это два вида протяжки. С провязыванием петель и без провязывания петель. Без провязывания петель я помню, у меня бабушка так научила, просто две вместе, потом опять эту петлю на ту переносим, опять две вместе, две вместе, две вместе. Вот это у меня протяжкой. А протяжкой с провязыванием, то есть я провязываю, например, на меня смотрит лицевая петля, я ее провязываю, потом протягиваю через первую. Следующую провязываю, протягиваю через первую. И вид у этих двух видов, типов закрытия, отличается. Тот, который вы закрываете с провязыванием петель, у вас косичка от ряда закрытия будет на лицевой стороне. А тогда, когда вы провязываете две вместе, две вместе, две вместе, две вместе, у вас косичка будет не по лицевой стороне эти, а вот так вот ребром идти. И в зависимости от того, как я хочу видеть этот ряд закрытий, вот тут или вот тут я и буду делать вот этот наборный ряд с закрытием. Либо я закрываю вот так, либо иглой. Иглой я могу закрыть имитации длинный хвост. У меня два любимых метода. Как я набирала длинный хвост, я и закрою так же иглой, чтобы было так же, как будто бы я оттуда набирала петли. Это первый и второй. Имитация фабричного набора. Закрытие иглой, имитация фабричного набора через 2-3 ряда полой резинки. ирина денисова привет из медногорска только с работы пришла маленько не успела ничего страшного оля подскажите пожалуйста вот к такой футболочки что на вас сейчас надвязать рукавчики укороченными рядами подождите 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 вот у меня как раз вопрос как я вот у меня футболочка как на мне 2 футболочка как на мне который я экспериментирую привязываю руки вот она такая же даже с такими же дырками и потом я сюда привязываю руки здесь немножечко другой ход событий здесь немножко короче есть нюансы мы не если вы вот на это изделие как я вам показывала мастер-классе вы так вывязали и вот отсюда начали вязать рукав у вас вот это вот линия она вот так вот будет остренькая и рукавчик у вас вот здесь будет как бы как будто бы его затянул вот этот шов к себе туда наверх и будет я не люблю вот такой треугольный вот такой вот начало рукава вообще не люблю и я поэкспериментировала впервые на платье на своем жгучая страсть а которая еще впереди и про который я вам еще пока не показывал как я его делала это был первый мой эксперимент вот здесь у меня второй эксперимент здесь немножечко здесь не укороченными рядами здесь я иду все вместе вязала то есть я вязала вот и как вышла дальше и дальше вязал рукав вот до сюда вместе с основным полотном это мне понравилось больше но здесь у меня есть вот такой косяк то есть у меня вот эти дырки заканчиваются и пошел ровный рукав и в этом месте у меня вот такой перегиб да если бы это было на плече это было бы идеально ну то есть вы понимаете да то есть вот это на плече вот так и вот так вот это вот носится вот вот идеально просто идеально классно круто здорово все все сошлось но когда это спущенное плечо вот спущенное плечо Вот здесь у меня есть к этому вопросы. Понятно, что здесь паутинка, здесь все будет классно. Но из толстой пряжи так не свяжешь. И вот эту вот вещь мне надо будет продлевать дальше. Вот эту полосу мне нужно будет вести вот досюда. То есть здесь будут у меня прибавки по всему, по всему рукаву прибавки. А с этой стороны тогда по всему рукаву у меня будут убавки. Проходи, красавица моя. Ну, здравствуй. Кто нас не видел давно? Мы вот они, мы вот они, грязнульки ходим. На улице грязь. Кать, ты сегодня целуешь меня и не будешь кусать? Вот моя ты девочка. Вот она, наша клякса. Вот, поняли, да? Ну, здесь я еще раз повторюсь, я вязала не укороченными рядами, а полностью все в круговую, все изделие до проймы. Вот она легла. Ты моя красавица. Ну, все, девочки, вас не существует. Ко мне пришла кошечка. Будем с ней обниматься. Пока они начали кусаться. Скоро начнем, я думаю. Здесь, в общем, сложность есть. Сложность есть. Есть, конечно, когда мы... Если вы захотите... Вот, что я придумала в жгучей страсти. Мне надо, конечно, там еще посмотреть, так ли я сделала. Но я так экспериментировала. Смотрите, мы здесь как вот, вот в этой вот футболке, это та же самая темная ночь, только вот здесь с дырками, да? Тоже есть мастер-классы на эту и на темную ночь. Если вы хотите сюда связать рукав, вот когда вы дошли до этой линии, дальше же мы с вами пройму вяжем вот так прямо, да? Прямо. Если вы сюда захотите привязать рукав, то вот эту пройму вы должны вязать вот так. То есть вот здесь вы будете убавлять петли на каком-то промежутке. Так, чтобы у вас вот эта линия, у меня вот эта линия, видите, она идет косая. Без рукава это все классно, да ведь? Классно. А если будете рукав привязывать, то у вас вот эта линия, вот эта линия должна идти вот так горизонтально. То есть у вас это все должно вот так вот убавить петель. Тогда рукав сюда привяжется вот. Это мой эксперимент. Думаю, что удачный. Ну, моя логика такая. Либо вязать в круговую, как я вот это изделие. Нос чашется. Татьяна Ровнова. Мне пряжа папирус не понравилась. Кардиган очень пилингуется, особенно места по бокам. Ну, от пилинга ничего страшного. Это не говорит о том, что пряжа плохая, в моем случае. Если пряжа пилингуется, значит, она хорошего качества. Ну, ничего страшного. Вы имеете право на свое мнение. Вполне. Спасибо вам большое. Елена Шевченко. Добрый вечер. Добрый, добрый. Так, мы вас сейчас пинать начнем. Клякса. Лежи спокойно. Лариса Рычкова. А я от папируса в восторге. Мне всегда, мне все в нем нравится. Связала два летних кардигана в пол для себя и дочери. Вот, видите, я же говорю, два лагеря. Одни за, другие против. И каждый имеет свою точку зрения, имеет право на нее. И это нормально. Эльвира Костенко. Всем привет-привет. Эльвира, привет. Привет тебе. Я надеюсь, ты выздоровела. Мы с тобой давно не переписывались. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ирина Кубанцева. Всем добрый вечер, девочки. Добрый вечер, Надежда Берновская. Папирус люблю, но не миксую. Вяжу спицами 2,75 или 3. Узоры подбираю в сочетании ажуры и жгутов, косичек. Отличный вариант под джинсы, джинсовые юбки, классические брюки. Спасибо большое, Надежда. Я пока не под... Мне пряжа понравилась. Я знаю, что изделие из нее у меня будет очень носибельным, потому что это очень комфортная пряжа к телу. Подержи, иди. Иди. Вот. Но я пока не нашла свое изделие, которое я хочу из нее получить. Ну, иди. Пожалуйста, выходите. Коза какая. Коза. Не клякса, а коза. Ирина Александровна. Ольга, скоро конец марта, к следующему эфиру. Итоги за март. Да. Итоги за март я планирую снять на следующей неделе, прямо в начале недели. Может быть, в понедельник, может, во вторник. Может, в этот воскресенье сниму. Но, девочки, мне здесь надо шторы шить. Я же штору уже месяц, наверное, шью. То есть мне люди принесли ткань, и мне нужно сшить шторы. А это будет... Я хочу за денег все шить на три окна шторы. Это все-таки долго. Это я поставлю машинку, буду шить, и день у меня потерян. Вот. Поэтому, как успею, как успею, мои хорошие. Планирую выходные шить шторы. Надежда Берновская. А я думаю, что ж у меня в жизни все кочки да ухабы. Это ж потому, что я без психолога. В следующий раз буду умнее в следующей жизни. А зачем в следующую жизнь-то ждать? Надежда, у нас еще эта жизнь вот такая длинная. Растягиваем, как можем. Не надо ждать следующей. Сходите на канал к Татьяне Мужицкой. Я сейчас ее не рекламирую, девочки. Это не реклама абсолютно. Татьяна знать не знает, что я существую вообще. Мы с ней не знакомы лично. Но сходите просто на канал. Хотите на YouTube-канал, хотите в Telegram подпишитесь на нее. Хуже не будет. И просто послушайте, о чем она говорит. Я сначала с ней познакомилась именно так. А потом я уже приобрела три ее книги. Нет, вру две книги. Но это еще не все книги, которые я буду приобретать. Я вот их дочитаю, а потом к следующим прикуплю. Но сначала послушайте ее. Послушайте. Понравится она вам, не понравится. И очень много ее сейчас зовут интервьюер, что ли. Как это называется-то, да? То есть она очень много дает интервью. Очень хороших. Мне нравятся два было интервью у Юлии Меньшовой. Вы можете там посмотреть на канал Юлии Меньшовой. Тоже подписаться рекомендую, потому что вообще классных. Она приглашает, как бы сказать, собеседников на свои интервью. И мне это... Вот, и там посмотрите, два интервью было. Первое, и буквально через месяц, наверное, вышло второе. В общем, классно. А потом посмотрите, понравится она вам или нет. Ирина Денисова. Да, мне тоже очень понравилась Татьяна Мужицкая. Смотрю пока ее видео с большим удовольствием. На многие вещи смотришь совсем по-другому. Одно ее высказывание. Что случилось, то и цель. Смотрю, вижу и размышляю. Да, Ирина. А у меня много очень... Я много очень, как так сказать, как это назвать-то, девизов Татьяны Мужицкой принимаю у себя в жизни, да? Например, чего ради, какой ценой. Это вообще теперь мой девиз по жизни, именно взят оттуда. То есть прежде чем что-то совершить или не совершить, я всегда теперь думаю, чего ради и какова цена этого поступка или этого действия. И уже на основании того, как я отвечаю сама себе на эти вопросы, я уже думаю, делать мне это или не делать. Это очень помогает. Очень помогает. У меня много таких девизов, которые я взяла. Но вот этот прямо у меня теперь вообще вылетает в каждый раз. Чего ради и какой ценой. Потом очень... Еще что-то хотела вам рассказать. Какое, что я еще оттуда сильно взяла. Что случилось, то и цель. Насчет загадывания желаний. Никогда бы не подумала. Я же понимаю, что это не волшебство и не магия. Правда, когда мы загадываем желание, оно сбивается. Это не говорит о том, что кто-то там постарался. Ну, там, может быть, там, да, Вселенная постаралась, что-то сделала так, чтобы у вас все вышло хорошо. Но я так больше понимаю, что это наш мозг начинает работать на то, чтобы ищет возможности в то время, когда мы об этом даже не задумываемся. То есть наша голова ищет возможности к тому, чтобы то желание, которое мы задумали, оно осуществилось. Оно исполнилось. Но, видите, это, опять-таки, только желание, которое касается нас, самих, никого других. Галина Агафонова. Оля, здравствуйте. Могу порекомендовать психолога Ирину Ковалеву. Мне она тоже очень нравится. Смотрю ее видео просто за поем. Спасибо большое. Это такая, по-моему, с коротенькими волосами, да, тоже яркие волосы такие. Если она, то да, мне тоже нравится. Забыла, как называется, тоже психолог. Еще одну смотрю женщину, пока не выучила ее имя-фамилию. Нина Андреевна. Добрый вечер, Оля. Сегодня я впервые попала на ваш прямой эфир. В повторе, конечно, много чего уже видела. Очень нравится ваше простое общение, вопросы, ответы. Полезные советы всегда нужны. Спасибо. Что? Мы, наверное, просимся на улицу, а папа, наверное, дремет. Пойду-ка я ее выпущу, девочки, простите. Пойдем, пойдем, пойдем. Кошечка у нас разговорчивая. Сразу понятно, что она хочет. С улицы приходит с нами мур-мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур-мур. Разговаривает, особенно с Сашей. Подлезет к нему на плечо. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Рассказывает ему. Так прикольно, девчонки. У нас первая кошка разговорчивая появилась в доме. Сколько бы у нас кошек не было, а у нас много было всегда и в квартире, и в доме, и у свекрови. И много кошек было. И таких разговорчивых это первая. Такая болтушка разговаривает. Спасибо, Нина, вам за ваш отзыв. Мне очень приятно. Будем работать дальше, значит. Надежда Трушникова. Иногда в интернет-магазине пишут стоковые. Что это за пряжа? То есть пишут, может, ее не будет. Стоковые пряжи, это, как правило, так, вам не видно. У меня вот там наверху, видите, вон они, бобинки. Видите? Вот эти бобинки, они, как правило, идут стоковые пряжи. Не все, но в основном. Что такое стоковые пряжи? Смотрите, есть какой-нибудь дизайнер, который в магазине... Ой, не в магазине, а на фабриках, на шерстопредельных по фабриках заказывает. Заказывает, ну, как правило, это, наверное, ну, такие приличные дизайнеры, которые на приличных фабриках, как правило, итальянских. Есть китайские фабрики, есть французские, по-моему, фабрики, немецких. Немецкая фабрика мы видели, но там не стоковые пряжи, да? Мне вот сейчас Ирина прислала. В общем, ну, неважно, на фабриках заказывает себе партию пряжи. Вот, потом эта партия, я не знаю, откуда она, остатки от этой партии, то есть дизайнер отвязывает себе модели, заказывает пряжу он с избытком, ну, для того, чтобы на всякий случай хватило. Ну, кто работает в расчете нормирования запасов материально-товарных ценностей, я, в частности, работаю в этой области, да, тот понимает, что все равно производитель берет себе с излишком материал для того, чтобы для выпуска готовой продукции его хватило. И, то есть, этот дизайнер, он для отшива, пошива, отвязывания моделей на свои, в общем, на свои модели берет пряжу больше, заказывает пряжу больше, чем ему понадобится. Он отвязывает свои модели, у него остатки остаются, и потом он эти остатки сдает, я так понимаю, девочки, я могу ошибаться, сдает на какие-то склады, на большие, там, за копейки, он просто, ну, выкидывает ее за очень недорогие цены. В общем, сдает ее какому-то посреднику. Посредник забирает у всех этих дизайнеров эти остатки, стоки пряжи. И потом на рынке, на большом, эти рынки находятся в разных местах. Не помню, я в каких странах сейчас, уже давно не смотрела. Вот такие огромные-огромные рынки вот этих вот стоковых пряж. И наши предприниматели, предприниматели там в России, в других городах, в частности. То есть наши магазины, да, вот разные магазины, в которых мы с вами берем эту пряжу, онлайн-магазины или офлайн-магазины, они ездят или по интернету заказывают эту стоковую пряжу, и ее привозят к нам. То есть в тот магазин или в иной магазин. И магазин пишет, что это стоковая пряжа. Стоковая пряжа – это вот как раз вот это. Когда дизайнер отвязал, остатки выбросил, ну, выбросил по дешевой цене, а перекуп немножечко цену накрутил, продал магазину, магазин продает нам. Она дешевле получается, эта пряжа. Стоковая пряжа всегда дешевле регулярной пряжи. Регулярная – это та, которая постоянно имеется в наличии, ее постоянно воспроизводят те шерстопредельные фабрики, которые непосредственно в наш магазин она поступает. Та пряжа дорогая, а вот эта стоковая, она идет практически за бесценок. Пока она к нам придет, здесь же еще логистика, то есть здесь еще переезд через страну, туда-сюда, всем заплати, она приходит к нам чуть, ну, дорогая, соответственно. Но все равно дешевле, чем моточка, дешевле. Опять-таки, скажу, у нас был спор недавно на моем телеграм-канале. Стоковая пряжа всегда дешевле моточной, но мы с вами не сравниваем моточную, например, Лана Гросса 50%, акрил 50% Меринос с бобинной, например, 100% Кашемир или 50% Кашемир 50% Меринос. То есть, ну, понятно, что та будет, бобинная, дороже, чем Лана Гросса, ой, чем Ализе Лана Голд, но мы понимаем, что это не идентичные составы. Вот, не идентичные. То есть мы сравниваем всегда моточку с именно тем составом бобинки. То есть мы смотрим бобинка цена и смотрим эту же моточку, так сказать, с таким же составом и с таким же качеством. Вот это мы сравниваем. И та моточка будет намного дороже, чем вот эта бобинка. Я думаю, что я, ну, во всяком случае, вам немножечко пояснила. Ольга Никишкина. Попробуйте перуанская альпака и волшебное детство от пихорки. Будете не меньше удивлены. Перуанская альпака от пихорки? Спасибо большое. Если попадется, если будет такое желание, я попробую. Я учту, Ольга. Спасибо. Перуанская альпака и волшебное детство. Волшебное детство ни разу не слышала даже названия такого. Все надо пробовать, мои хорошие. Все надо пробовать. Ирина Александровна. Клякса. Ну, Клякса. А я ее опять по-другому назвала, как-то у меня бывает. Эльвира Костенко. У меня папирус совсем не пилингуется. Ну, вот, видите, может, разные, не знаю, может, разные партии. Я пока ничего не могу сказать. Папирус не вязала, только образцы. Ирина Денисова. Спасибо, Оля, большое. Пожалуйста. Людмила Тесленко. Ура-ура, я хоть на чуть-чуть, но успела. Всем огромный приветик. Спасибо большое. А Людмила Тесленко. Нет звука почему-то? Звук есть, пишет Людмила. Так, звук есть. Все отлично. Надежда Трушникова. Красивая у вас Клякса? Красивая. Красивая. Правда красивая. На что я за красотой кошек как-то никогда не гналась? Мне надо просто влюбиться в глаза, как говорится, да? Ну, вы помните эту историю. Но, да. Красивая. Шкодина красивая. Надежда Трушникова. Хочется попробовать бобинную пряжу, но не могу определиться, какую взять на джемпер. Ой, это, знаете, это такое неблагодарное дело, советовать какую-либо пряжу. Надежда, если вы пройдете ко мне на мои мастер-классы, посмотрите, пожалуйста. В прошлом году я себе вязала джемпер мулине называется. Не джемпер, а карди... Бомбер. Бомбер я его назвала, да? Ну, в общем, посмотрите, мулине. Там, по-моему, 4 части или 5 частей. То есть я полностью-полностью расписывала все-все-все пошагово. Это голубой такой, из мулине, из пряжи изделие. Вот если посмотрите, то посмотрите там, какой пряжей я пользовалась. Просто у меня ее сейчас нет в наличии. Я не могу вам ее показать, эту бобинку. Но я бы вам настоятельно рекомендовала начать попробовать примерно вот с такого состава. Но вообще, если вы найдете эту бобинку, а покупала я ее в магазине Коско. Кстати, там тоже по фамилии Курунова будет скидка. Там, по-моему, даже 7%. Вот. И в магазине Коско я ее покупала. Точно помню мулине название, а какая пряжа, не помню. Ну, посмотрите на мастер-классах. Очень хорошая пряжа. Очень хорошая. Прям вообще классная. Поэтому рекомендую. Ирина Александровна, до следующего четверга. Ольга, сколько уже эфиров прошло? Юбилей не пропустили? Ой, не знаю, я что-то даже уже не считала. Вообще не считала, не знаю. У нас Леночка из Дортмунда часто считала. А сейчас Лена в России, поэтому она не смотрит эфир. Ей некогда, она с родственниками. Поэтому наш счетовод немножечко отдыхает в отпуске. Зоя Смирнова. Добрый вечер, Ольга и девочки. Вязала из перуанской альпаки. Вязать понравилось, но она немного колет. Это именно от пихорки, да, Зоя? Перуанская альпака от пихорки? Надежда Трушникова. Спасибо за все ваши ответы. Пожалуйста. Татьяна Ровнова. Заказала пряжу Перфортуна, как у вас. Влюбилась в ваш свитер с капюшоном. Будет хорошо по вашему мастер-классу? Если по моему мастер-классу, то я бы не советовала, наверное, там делать V-образный вырез. У меня Перфортуна с V-образным вырезом. Сделайте тогда с круглым вырезом и с капюшоном будет вообще вон. Вообще, я обожаю. Я в Перфортуну влюблена. Но только будьте внимательны. Помните, да, что я говорила. Это пряжа имеет направление ворса. И некоторые моточки, начало мотка идет против ворса. На некоторых мотках идет по ворсу. Начало. То есть вы берете моток. И вот один моточек начинается против ворса, другой по ворсу. Если вы не определите и просто привяжете нитку к нитке, у вас вот здесь где-нибудь, ну где у вас будет соединение. Моточка с моточком будет некрасивая полоса. Имейте ввиду. Я проверяла каждый моточек прежде, чем взять в работу, чтобы... И если я вязала, то есть я вязала поперек ворса, против ворса. Если я видела, что у меня начало нитки идет по ворсу, наоборот, ворс вот так лежит, то я брала с центра мотка эту ниточку, и она шла против ворса. Вот таким образом я... И если вдруг узелок вам попадется, мне ни разу не попался узелок, но если узелок попадется в мотке, тоже после узелка смотрите, правильно ли она лежит. Да, от пихорки, пишет Зоя. Все, поняла, спасибо. Людмила Попова. Перуанская альпака от Сиам. Так, есть перуанская альпака от Сиам, я ей вязала, а есть перуанская альпака от пихорки, да, получается. Татьяна Ровного. А как понять по ворсу? Сейчас, Татьяна, возьму. Вот она, Лана Гросса. Лана Гросса, у нее нитка, ну, кто видел мои эфиры, ой, эфиры, мастер-класс, тот знает. Видите, ниточка? Вот смотрите, я беру начало мотка, ну, то есть у меня уже это не начало мотка, уже у меня остаток мотка. Ну, вот, я взяла от начала мотка, вот он, взяла ниточку и смотрю на нее. Я смотрю на нее и понимаю, что у меня ворс идет направлен вверх. Он где-то вот прямо, да, где-то вот он, ну, я вижу, то есть я смотрю на начало, откуда идет нитка, и я вижу, что вверх идет ворс, вверх. То есть я буду вязать против ворса. Я вязала вот так против ворса. Если я возьму ниточку, вот я сейчас возьму изнутри, ну, как будто бы вы взяли снаружи, да, эту нитку, и смотрим. Вот я взяла нитку и смотрю на нее. Я смотрю на нее и вижу, что начало, то есть она тоже всяко заковыревается и вверх, и вниз, но я вижу, что она направлена у меня все-таки вниз. Вот. Если, то это вот идет, если я вот так буду вязать, то я буду вязать по ворсу. И вот это вот, если я вот так буду вязать, она будет немножечко менее пушистая. Сейчас я попробую две нитки показать, не знаю, будет видно разницу или нет, что одна. Вот это будет идти против ворса, а это по ворсу. Видно вам, нет? Вот. На чем бы вам показать-то? Е-мое, вот на фоне доски. Видно? Что вот это все-таки туда наклонено вниз, а это наклонено вверх. Я еще определяла по цепочкам, как цепочки связаны в этой нитке. Они очень-очень тонкие, но я определилась. Вот, вот это назначает по ворсу, а это называется против ворса. Когда ворс идет вверх, а вы против него вяжете, это против ворса. А когда ворс идет вниз, и вы вяжете вниз, то вы вяжете по ворсу. Это пряжа ворсистая. Вот. И у нее вот такой вот есть. И я говорю, часть мотков из одной партии, из одного мешочка. Начинались по ворсу, другие против ворса. Вот. Это прям следите, следите за этим, иначе будет нехорошо. Ольга Никишкина. Вчера показывала в телеграмм хлопок фламе. Как раз на таком складе в Турции продавец организовал совместную закупку. Закупка получается подешевле. Дольше ждать, но оно того стоит. Ну, да, кто-то может подождать и приобрести подешевле, а кто-то такой изжога, как я, ему надо здесь и сейчас. Здорово. Я очень рада за вас. Татьяна Ровнова. Вязать перфортуну лучше против ворса? Ой, мои хорошие, я не знаю, как лучше будет для вас. Мне понравилось против ворса вязать. Мне так кажется, она более пушистой. Мне понравилось против. Если начнете вязать по ворсу, тогда вяжите всю по ворсу. Мне против. Против больше понравилось. Ольга Никишкина. Волшебное детство, 100% Мерионос. Перуанская альпака, 50% Меринос, 50% Альпака. Колкость от альпаки, но все от чувствительности зависит. Спасибо большое, спасибо. Будем знать. Так, ваши комментарии кончились. Я вам ответила на все вопросы. Ну что, будем заканчивать? У нас еще 10 минут. Или давайте мне темы задавайте, о чем поговорить с вами ближайшие 10 минут. А то я буду вязать молча. Вы перешли уже на осенне-летнее вязание. У меня уже хочется платье начать, уже какие-то мысли. Видите, я уже тут майки начинаю, уже пушистики отложила так в сторону. А вы как? Видите, как у меня хорошо кончился кончик нити и кончилась пряжа. Прям в конце ряда очень замечательно. Сейчас присоединю другую. Вот один моток. Один моток пряжи Рондо. 104 петли в ширину на спицах 5 мм. Эльвира Костенко. Пока только на закупку летнего состава. А, вот Эльвира перешла уже на закупку летнего состава. Здорово, Эльвира, здорово. А я уже вязать начинаю. Летняя футболка у меня вяжется, вы знаете, да? Как это я называла-то? Лесные мотивы 2. Лесные мотивы 2. Марина Карлова. Марина, добрый день. Я заканчиваю вязать вторую футболку из Дивы. Ой, замечательно. Тоже летние процессы уже, да, вовсю. Татьяна Кудряшова. Я вяжу майку из хлопка бобинного. Здорово. Юлия Владимировна, много у вас процессов? Так, сейчас посчитаю. У меня процесс, ну, я думаю, что вот это вот я уже могу назвать процессом, потому что у меня уже все просчитано, образец связан, и уже я знаю, что как наберу и как я буду вязать. То есть это первый процесс, он в самом-самом начале, так скажем, да? Первый процесс. Второй процесс у меня барашки. Третий процесс у меня прям осталось на час, ну, нет, не на час работы. Вот, на час осталось вязать и еще час, час, полтора сшивать. Это джемпер триамкатин. Это третий процесс. Четвертый процесс, можно его назвать процессом или нет? Переделка. Майки, которую девушка мне, которую я вязала в двадцать первом году, а у девушки порвалось в машинке, вот здесь вот где-то на локте, очень сильно разорвалось изделие. И я перевязываю ей рукав. Я думаю, что можно назвать процессом, потому что времени это тоже занимает немало. Поэтому это будет четвертый процесс, да? Первый, второй, третий, четвертый. Пятый, это моя майка лесные мотивы, это пять. И шестой процесс, это, ай, и не и. Шестой процесс, это маме пулловер я вяжу. И седьмой процесс, это я начала майку вязать, вот эту, она у меня на работе, я ее не принесла домой, сегодня в перерыве вязала. Это моя кудряшка, майка-кудряшка. Семь процессов на данный момент. Ой, как классно. Ой, как классно. Все, сейчас Катин джемпер трям, вот он в верхнем, в верхней корзинке лежит, закончится и будет шесть процессов. Много это? Да нет, нормально, для меня немного. Для кого-то, может быть, застрелиться, скажут, о, я так не умею. Ну, да, наверное. А я не люблю, когда у меня два процесса. Один-то вообще даже не обсуждается. Если у меня один процесс, у меня все, у меня вся голова будет болеть, что же мне начать, что же мне начать? Вот. А два процесса мне мало, три процесса мне маловато. А вот четыре, пять, самый тон. Сейчас семь. Вот это я начала. Да. Классно. Классно. А все еще хочется, хочется платье начать. Ну, я, наверное, свяжу образец для платья и, наверное, начну. Эльвира Костенко, я плед закончила. Ой, молодец, ура, Эльвира, я тебя поздравляю. Огромная работа проделана. Умница. Елена Федосеева. Во вчерашнем видео на вас была маечка с интересными рукавами. У вас есть видео по этой маечке? Маечка с рукавами? Маечка без рукавов бывает. Как это? Маечка с рукавами. Вы, наверное, я уже не помню, что когда... Наверное, у меня была... Я не помню, как это называется, маечка. Короче, голубая такая с белым, да? С зигзагами связана. Если, Елена, вы про это имеете в виду, то да, у меня мастер-класс по этой маечке есть. Вы проходите в YouTube, на мой YouTube-канал. Находите там плейлист, который называется «Мастер-классы». И в самый-самый конец опускаетесь вниз. То есть это было, по-моему, самое первое видео. Ну, одно из первых... По-моему, вообще первый мастер-класс, который я снимала на этот канал. Ну, прошу прощения, если я там заикаюсь или что-то неправильно говорю. Это было первое видео 5 лет назад, как я вязала эту маечку. Я просто рассказывала, как я это делала. Вот, поэтому пройдитесь, посмотрите. Есть. Татьяна Пипко. У нас на Ямале до лета еще далеко, потому я еще довязываю лен плюс махер. И в планах пока тоже еще не лето. Ну, конечно, это же все мы вяжем по своим климатическим поясам. И мы же понимаем, да. То есть сейчас, например, в Краснодарском крае, ну, нет, вяжут пушистики еще до сих пор. Но, во всяком случае, они уже не актуальны. Правда, там уже температура плюс 15 и выше. А у нас температура ноль. То есть у нас еще можно и что-то более-менее такое демисезонное поносить. В общем, да, мы по климатическим зонам все в разных местах живем, поэтому... Ну, здорово. Надежда Берновская. У меня пропал интернет. Посмотрю в записи. Всем приятного вечера. Пока-пока. Зоя Смирнова. Оля, а из воздушного канта в одну нитку вязали? Да, в одну, конечно. Она достаточно толстая нитка. Здесь же в 100 граммах... Ой, в 50 граммах 150 метров. То есть это 300 метров на 100 грамм. Ниточка достаточно толстая. Толстая для меня это толстая. Вязала я на спицах 4,5 миллиметра. И... И да. Мне в одну нить... В две я ее не вижу для себя. Нет, есть люди, которые будут вязать в две, и тоже она будет классная. Но я... Для меня вот эта толщина больше не надо. Мне больше нет. В одну нить, Зоя. Ольга Никишкина. Оля, забыла поблагодарить. Купила книгу 500 узоров. Такая классная. Прям садись и вяжи. Все подряд. Спасибо за обзор этой книги. Классная книга, да. Мне тоже очень нравится. Лидия Клес. 500 узоров. Там узоры на любой вкус и цвет. И вообще... Не знаешь, что связать. Возьми книгу в руки. И сразу идея придет. Однозначно. Какая-нибудь идея придет. Много узоров. Татьяна Воробьева. А я вяжу точно такую футболку, как одета на вас. Пряжа жемчужная. Очень нравится. Мне тоже она очень нравится. Я ее ношу. Ей с носу нет. Когда я там вязала мастер-класс по этой футболке? По-моему, даже не прошлым летом, да? Позапрошлым летом? Не помню. Ну... А, да. Позапрошлым. Потому что прошлым летом я вязала такую темную ночь. А в позапрошлом году я вязала вот эту. Я ее ношу с превеликим удовольствием. Я в ней и в пиры, и в мир, и в добрые люди. И дома хожу, и на улицу выхожу, и на работу ее ношу. В общем, везде. Мне нравится. Людмила Кузьмиченко. Я вяжу футболку из буретного шелка. Здорово. Буретный шелк очень приятен к телу. Очень комфортная пряжа. Юлия Владимировна. А вы только на руках вяжете? Хотели бы попробовать вязать на машинке? Я бы не хотела попробовать на машинке вязать. Я на ней вязала. Когда у меня родился сынок, ему было месяца два или три. Муж, зная мою любовь к вязанию, у меня муж всегда поддерживал. Он мне покупал пряжу тогда первую. Карачаевская пряжа для меня была очень шикарная пряжа. Он мне ее покупал, приобретал, водил меня на дом к людям, которые ее продавали. Друзья наши. Ну, знакомые. Они старше нас. Взрослые люди. Ну, знакомые наши потом друзьями, наверное, стали, можно сказать так. Вот. И мы приобретали у них пряжу. Потом меня муж где-то нашел в объявлениях у нас в городе, что кто-то продает машинку вязальную у него опять. Он тут же меня схватил за руку, потащил вечером, я помню, мы с ним шли к этим людям. Они мне продали машинку, и я вязала какие-то вещи, вязала. Ой, так было интересно. Вот. Но потом я поняла, что вязать на машинке мне не нравится по той причине, что вяжется вещь быстро, а сшивается-то она. Ну, вот. Когда вы вяжете руками, вы вяжете долго, и потом, ну, сшить изделие для вас не составляет труда. А когда вы, извините, за полчаса связали все изделие, и потом два часа его сшиваете, то у меня сложилось впечатление, что я не вязала, а сшила постоянно. Я такая, ну, нет, я это не люблю. Мне надо вязать руками. Больше я не испытывала никакого желания приобрести любую машинку. У него опять понятно, что это одна фактурная машинка. И можно было взять и круче, и уже и лучше, и каких только сейчас нету. Но желания приобрести машинку у меня не возникает. Пробовала? Не хочу. Не хочу. Мне надо на руках. Мне надо каждую петлю, как бы сказать, прощупать. Да, не знаю, что это надо. Это высоко так звучит. Прощупать каждую петелечку. Ну, как-то вот, не знаю. Я еще ногами вяжу. Сейчас все посмеялись, да? Это, помните, я рассказывала про спицы гамма, что можно вязать и ногами, а некоторым людям слышалось, что я ногами вяжу. Как это ногами? Как это ногами? У нас теперь такой смешок ходит, что мы и ногами можем. Светлана Сбитякова. Оля, как вы присоединяете ниточку новую? Ну, вот сейчас, вот видите, я закончила ряд. Вот у меня ниточка одна моталась. Я вторую взяла и просто от нее начала вязать. То есть у меня новый ряд от новой нитки, старый ряд заканчивается старой ниткой. Они никак не присоединяются друг к дружке. Они идут, то есть один ряд довязался одной ниткой, другой ряд привязался вот этой ниткой. Потом, когда я буду, когда постираю изделие, когда буду прятать кончики, я их завяжу между собой, туго-натуго, и уже спрячу в шов вот сюда. Все ниточки спрячу в шов и все. А сейчас присоединяю никак. То есть у меня один ряд закончился одной ниткой, второй ряд начался другой ниткой. Все, никак не присоединяю. Иногда бывает узелками завязываю, иногда пряжа такая есть, что ее надо узелком связать и вязать дальше. А потом, когда я буду спрятать кончики, я сначала этот узелок расправлю, выправлю. Потом я его затяну потуже, потому что когда вы вяжете, у вас узелок как-то вот он не на том месте, на котором нужен становится. Вот поэтому я развязываю старый узелочек, завязываю новый прям вплотную к материалу и потом только прячу кончики. Юлия Владимировна, а я начинать процессы люблю, а вот заканчивать почему-то сложно. Боюсь, наверное, что что-то не понравится. А вот с боязнью мы с вами боремся. Что начали, связали, что-то не понравится. Мне кажется, в любом изделии есть что-то, что можно улучшить. У любого человека, ну, во всяком случае, у меня. Я вижу любые изделия, они мне нравятся, вот все классно-классно, но потом такая, ну, вот здесь вот это вот, можно было еще вот так попробовать. Не факт, что это будет лучше, но попробовать уже хочется. Ты уже анализируешь, потом следующие вяжешь ты уже с учетом предыдущих, ошибок или не ошибок, или своего опыта, или своих размышлений, как это назовите, как хотите. И вот, и все равно, ничего страшного нет. Не стыдно не уметь, стыдно не учиться. Поэтому, если хочется, мы все с вами сделаем. А если мы будем бояться, то у нас точно ничего не получится. Если мы не будем заканчивать изделие, то оно точно не будет готовое. А это-то оно будет готовое, и есть шанс, что оно нам понравится сразу. Вот, а если мы его не сделали, то оно нам точно не понравится, потому что оно не сделано. Как я вас мотивировала? Елена Федосеева. Да, эту маечку не рукав, а плечо неправильно написала. Спасибо. Да, ничего страшного. Все, да, есть. Посмотрите в мастер-классах. Эльвира Костенко. Точно, может, и Лен. Тоже круто. Татьяна Воробьева. Оля, как посоветуете? Можно на футболке из жемчужной сделать разрезы по бокам? Не будет вытягиваться по бокам? Жемчужка. Если вы ее связали плотно на спицах, вытягиваться не будет. Вяжите ее плотно по спицам, на тонких спицах. Она подсаживается. У меня она подсела на прицессе носки. То есть у меня до этого петли были длиннее, сейчас они стали уже. То есть у меня она подсела. Я ее вязала достаточно плотно. На каких номерах спиц не помню. Ольга Гераскина. Оля, у вас правильная, приятная речь. Большой запас слов. Очень приятно слушать вязальные полезности и как интересного человека. Ольга, спасибо большое. Хотя мне очень многие пишут. Одна женщина недавно написала. Оля, что это такое? Ну как вы можете так неграмотно говорить? Почему вы говорите положила, а не положила? Это прям так режет ухо. И вообще, вы же несете в массы. Мы же у вас учимся, а вы вот так говорите. Я такая сижу и думаю, что мне теперь делать? Канал закрыть? То есть поменяться-то я не смогу. Вот я как говорю, так я и говорю. Я, конечно, постараюсь говорить вместо положить, положить. А, наоборот, вместо положить, положить. Ну, не факт, что я это буду делать, потому что я так привыкла. Ну да, я неграмотная. Да, я безграмотная. Ну да, и что теперь? Мне теперь видео не снимать? Да я вообще-то не русский язык преподаю, а показываю вязальные свои какие-то полезности, до которых я дошла и которыми я хочу поделиться со всем миром. А при чем тут моя речь? Иногда вот правда, как скажут, знаете, и такой думаешь, а мне надо? Вот иногда сидят и думают, а оно мне надо? Все, закрываю канал, все, 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 вот так. Потом такая вздохнула, выдохнула, а мои девчонки ждут, а мои девчонки скучают. Не, надо снять. Пошел и снимаешь видео. Ну да, иногда так по рукам бьют. И все, чем больше канал, тем больше бьют. И вообще бьют. И ты такой... Они все говорят, не обращайте внимания. Ну, понятное дело, одно такое говорить, а другое дело так не получается, не обращать внимания, потому что я же всегда говорю, смотрите, я вам изливаю, я стараюсь, всяко бывает, но я стараюсь изливать из себя вам добро. То есть я вот из себя лью вот добро, добро, добро. То есть знаете, я вот такой кувшин, который льет добро, а обратно получает от вас тоже добро, но иногда получает и недобро, плохие эмоции. И вот когда эти плохие эмоции у меня там, они же в меня льются, хочу я этого или не хочу, я же читаю комментарии, и они у меня наливаются. И я такой, ну блин, и потом они из меня так вжух фонтаном вылетают, и я такая, ну вот, опять не сдержалась. Оля, какая ты бессовестная, надо быть терпимее, надо быть терпимее. Ну и опять потом терпимее, терпимее сколько-то времени, а потом опять из меня фонтан так, на, я такой же человек, как и все вы. Спасибо вам большое, мне очень приятно, Ольга, за ваш комментарий, поэтому кто-то говорит, что у меня грамотная речь, а кто-то говорит, что у меня вообще безграмотная речь, я не имею права так снимать видео. Ну, я вот так подумала, а чем думает человек, который вот это пишет? Ну, неграмотная у меня речь. А что? Он думает, что вот он мне написал, что у меня неграмотная речь. Дальше что? Перед тем, как снять видео, я буду зубрить каждое слово, как сказать правильно? Так тогда я мысли потеряю, что я вам хотела вообще говорить. И такая, ну вы вообще-то думаете, что вы пишете? Для чего? Просто чтобы написать? Или чтобы обидеть? Или чтобы что? С какой целью? И какой ценой? Опять высказался. Все, пора заканчивать эфир, уже 6 минут. 2 часа 6 минут, обалдеть, на третий час пошли. Эльвира Костенко, Оля, какой красивый цвет лидии на мониторе. Голубой ты имеешь в виду? Вот этот вот, он вообще в жизни красивый, он очень красивый цвет, этот лидии. Я его специально взяла, и я думаю, что мне придется еще заказывать такой цвет. Элечка, мое солнышко, мое золото, пожалуйста, запомни, какой это был цвет. Я, конечно, постараюсь этикетку сохранить, но мне кажется, мне этот цвет будет постоянно в моих заказах. То есть, это один из любимых моих цветов, и он мне подходит. Видите, да, у меня голубые расцветки, то есть, он мне ко всему подойдет. Еще у меня там бобинки наверху голубые. Да. Проверила, точно ли есть. Ольга Никишкина, спасибо за компанию, всем добра, до встречи, пока-пока. Пока. Марина Карлова, никогда не говори никогда. Точно. А как только скажешь никогда, так сразу и делаешь. Это я. Оля Прилуцкая, Оля, спасибо за эфир. Спасибо, Оленька, спасибо. Юлия Владимировна, смотрю иногда блогеров в итоге года. Так много вяжут по 40 изделий плечевых, а то и больше. А я за два года закончила около 6 плечевых изделий. Ну и что? Юлия, молодец, 6 плечевых изделий, 6 джемперов, пулловер, кардиганов. Ну это ж классно. А зачем вам гнаться за какими-то блогерами? Мало ли сколько мы вяжем. Так мы, блогеры, вяжем много изделий, чтобы вам было интересно нас смотреть, честно говоря. Правильно? То есть мне заказывают девчонки мои, я это все вяжу. То есть я бы это вязала намного, наверное, медленнее, если бы у меня не было канала. А то, что у меня есть канал, мне хочется с вами... Вот девчонки просили когда-то меня поперечку связать. Я связала два, вот сейчас на третий пошла, да? Ну, уже запланировала. То есть если бы вы меня не наседали мне на голову, а будет поперечка, а будет поперечка. Не, не будет, да? Говорила Оля и сделала. То же самое с круглыми кокетками. То же самое с японским плечом. То есть понимаете, вязала бы я его? Да нет, конечно. Связала бы, как обычно вязала там мужской джемпер, а в этот раз... Ладно, девчонки просили, свяжу. И поэтому у нас вот так вот нарабатывается, количество изделий становится большим, потому что нам нужно, чтобы вам было интересно. Если вам будет неинтересно, ну, о чем мы тогда? Что я буду рассказывать? Вот сейчас по маминому джемперу хочу полностью снять мастер-класс, как вообще на любую фигуру связать изделие со спущенным плечом. Вот вообще возьмете любую пряжу, там возьмете любые спицы и свяжете на свою фигуру. Вот. Вяжу мастер-класс по маминому джемперу. Если бы не было канала, ну, маме бы я джемпер вязала, конечно, да, но каких-то интересных моментов вам не показала, да? Не знаю. Мне кажется, я бы меньше вязала. То есть, вязала бы я столько же. Но как это назвать-то? Как бы это? Не знаю. Не знаю, как вам это назвать, а то сейчас уйду куда-нибудь в дебри. Не знаю. Раньше я просто не анализировала, сколько я вяжу. Вот как. А когда я стала блогером, я стала записывать, чтобы было интересно самой, анализ какой-то проводить. И такая, вау, ничего себе, так много вяжется. Здорово. Надежда Трушникова. Вы очень интересный человек, и речь у вас красивая. Не обращайте внимания. Спасибо большое, Надежда. Ольга Никишкина. Мне кажется, люди, которые обращают внимание на орфографию, это не вязальщицы, им делать нечего, они сидят и записывают всякую фигню. Нет. Ольга, я, наверное, не соглашусь, просто есть категория таких людей, ну, я, наверное, и сама такая, которая обращает, у них, знаете, у них взгляд на ошибки падает. Вот, ну, просто меня это не раздражает, я вижу, что человек, ну, ошибся человек, ну, написал не то слово. Какая разница? Мне вот не важно. У меня мама такая же. То есть она сразу видит все ошибки. Ну, она педагог, да, по образованию, но не все педагоги это видят. То есть, вот ты читаешь письмо, ты сразу так, хоп, и ты вот не можешь пройти мимо ошибки, оно у тебя тормозит, ты видишь, ошибка, 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 ну, для меня это, ну, ошибся человек. А, ну да, все понятно, дальше, а, ошибся, ага, ничего страшного, а, ошибся. Ну, есть люди, которые это видят, ну, их это не раздражает. А есть люди, которых это бесит, вот, ну, неправильный человек говорит, а вот у них, знаете, вот у них то же самое, вот раздражает их, что не может правильно сказать, но человек не может правильно сказать. А вот тот человек, который это пишет, он раздражается сильно, ну, просто, ну, ты раздражаешься, ну, ты как-то держи это в себе. Какая у меня разница, что обо мне думает человек, которого я никогда в жизни не видела и не увижу, и вообще не знаю, кто он и откуда он. Ну, какая у меня разница? Они вот этого не понимают. Не то, что им делать нечего, их просто это очень сильно бесит. Я их понимаю, но не понимаю, зачем пишут. Почему их это раздражает, я понимаю. А почему пишут, не понимаю. Рина Осипцова. Как мне нравится, Ваше положило. Я балдею. Олечка, не переучивайтесь, оставайтесь такой, какая есть. Рина, спасибо большое. Ну, дело в том, что я стараюсь говорить правильно, да, я учусь говорить правильно. То есть, если мне делают ошибки, я не то, что там, да пошли вы, я как говорила, так и буду говорить. Нет, я понимаю, что, ну, есть такой минус во мне. Некоторые слова я говорю неграмотно. Хорошо, я постараюсь переучиться, но не факт, что это вот прям будет моим вот каким-то вот здесь вот в голове сидеть каким-то, не знаю, мыслю какой-то, что я вот как раз вот перед этим словом я буду думать, как его сказать. Да не буду я. Я 150 раз еще скажу положила вместо положила. И другие слова там, да. Не получится переучиться сразу. Буду стараться, да, но переучиться не получится. Юлия Владимировна, и думаю, как же так быстро и много вяжут. Я вроде не как черепаха, но за месяц сейчас стала одно изделие вязать. Ну, и замечательно. Значит, это ваш ритм, ваш любимый ритм. Самое главное вязать в удовольствие. А как, сколько вязать, вот абсолютно не важно. Вот абсолютно не важно. Да пусть хоть 100 изделий в год вяжут блогеры. Да вообще наплевать. Самое главное, вам комфортно вязать одно изделие. Вот и вяжите его в своем ритме, в вашем комфортном ритме. И вам будет счастье. Эльвира Костенко, чтобы вылить желчь, а то сил нет. Эльвира Костенко, в истории заказов есть. А, ну, извинила Эльвира, ну, да, точно. Эх, голова моя дырявая. Надежда Трушникова, Лидию можно связать с хлопком. Да Лидию вообще с чем угодно можно связать. Лидия такая классная нитка. Девчонки, вот тоже Семеновская фабрика, да, Лидия вот эта вот. Я влюбилась в нее. Почему я так долго ее не брала? Я не знаю. Ну, а в этот раз мне просто нужен был подмот. И опять-таки одна из моих зрительниц, добрая зрительница, подсказала. Оля, а закажите у Эльвиры Лидию. Я такая, да почему же я-то до этого не догадалась, что мне нужен был подмот. Я не знала, что подмотать. Да, конечно, я возьму Лидию. Потому что я же видела, сколько девчонок, блогеров рассказывают про эту Лидию. Что они ее везде подматывают. Таня Кельмяшкина, она везде эту Лидию подматывает и очень нравится ей, да. Да много других блогеров, которые ее мотают, ну, ко всему приматывают. И все говорят о том, что она классная-классная. Ну, хорошо, попробую я. Свяжу, вернее, сложу свое мнение об этой пряже. Ну, пришла пряжа. Ну, пряжа как пряжа. Ну, бобинная пряжа, я понимаю, что она в пропитке. Это я уже знаю, я не переживаю ни по поводу, какой пряжи, когда она приходит. Пряжа и пряжа. А когда связала образец, когда я его постирала, я такая, вау, это то, что мне надо было. И я сразу в эту пряжу влюбилась. С первой минуты, с первого взгляда. Любовь с первого взгляда. Лидию можно приматывать к любым составам пряжи, смотря какой цель вы хотите добиться. Ну, Лидию хоть куда можно приматать, и будет кайф. Татьяна Ровнова, спасибо. Надежда Трушникова, спасибо. Душа поет после вашего эфира. Юлия Владимировна, спасибо за ваше общение. Ольга Никишкина, а ножные, ручные, шейные, головные, если все посчитать, будет ой. Ну да, ой-ой-ой. Алифтина Сосолятина, эфир, как всегда, был классным. Еще не закончился этот эфир, уже хочется следующий. Точно, девчонки, мне тоже. Честно говоря, мне тоже. Я вот прям жду четверга, я говорю с понедельника. Понедельник, ага, скоро четверг. Вторник, о, скоро четверг. Среда, о, завтра четверг. О, сегодня четверг. Я сама такая, я не знаю почему. Наверное, знаете, как вот говорит тоже, тоже говорит, кстати, мы вообще эфир заканчиваем, если что, да? А я тут разболталась. То есть, как говорит мужицкая, когда мы какое-то одно действие делаем с какой-то периодичностью, то есть у нас получается такой ритуал, да? А наши эфиры не что иное, как ритуал. То есть мы уже с вами полгода, как каждый четверг, ну один четверг мы только пропустили, каждый четверг мы с вами собираемся вместе. То есть, что бы ни случилось, что бы ни произошло, но в четверг у нас эфир. И вот это, мне кажется, нас всех успокаивает. И мы его ждем, этого эфира, даже не столько эфира, о чем мы тут будем говорить и что мы это будем рассуждать, как само действие, что мы пришли и слушаем эфир, или я там села и провела этот эфир, да? И уже вот это меня успокаивает каким-то образом вот в мозгах моих. И что, ну жизнь-то продолжается, и все же замечательно, да мало ли что у нас случилось в жизни. А у нас эфир по четвергам. Вот-вот хоть что, а у нас эфир по четвергам. И ничто нас вот как бы не собьет с этой колеи. Ну только один раз болезнь, потому что я просто говорить не могла, смысл не было сидеть на эфире, да? Вот, поэтому я тоже жду следующий эфир. Галина Агафонова, до свидания, всем добра. Наталья Цветкова, есть просто люди, которые любят поумничать. Вечно только и делают, что ищут других ошибки. Оля, вас приятно слушать, я вообще не замечаю ничего неграмотного. Спасибо большое, Наталья, очень приятно. Ольга Никишкина, я говорю, выпадывает, потому что мне нравится это слово. А правильно или нет, это пофиг. Да, Ольга, есть некоторые слова, которые я тоже говорю заведомо неправильные, потому что мне просто нравится, как оно звучит. Например, мужнина футболка. Ну, понятно, что это слово абсолютно неправильное, но я его обожаю. Вот это слово мужнина, я его кайфую. Много других слов, которые я коверкаю заведомо, зная, как говорится правильно, но мне нравится говорить неправильно. Это, по-моему, у всех людей такое есть, и вы, наверное, за мной не раз это замечали. У меня есть такие слова, и я их обожаю, я их люблю, и они мне нравятся. Может быть, тоже многие думают, что я неправильно говорю, но я просто заведомо их коверкаю. Ирина Гаврилова. Это же зависит от местного диалекта. Ну да, от местного диалекта вообще много чего зависит. Полина. Просто это особенный говор уральцев. Мои две старинные подруги с Перми и Мясо тоже всю жизнь говорили положить, а не положить. Да, у нас много таких есть. Ну, одеть-надеть. Это же вообще, ну, это, по-моему, все путают, да, многие вот это одеть-надеть. Одеть на себя, одеть ребенка. То есть то же самое. Потом у меня много слов таких, которые я говорю неправильно. А, у нас на районе не звонят, а звонят, да? Это же тоже отсюда. И у нас тоже на районе звонят. Не звонят, а звонят. То есть это, да, это, наверное, уральский диалект какой-то непонятно как, да? Полина. Когда от вас слышу, тепло разливается, вспоминая их. Да, я очень рада, мне приятно. А я люблю очень... Ой, нет, не буду это говорить в прямом эфире. Не надо. Так, Ольга Тагильцева. В России страна большая, говор у всех разный. А правильные слова придумали ученые, когда стали все в Москву лезть. Есть на просторах Ютуба видео об этом. Говорите все как хотите. Ну, некоторых это раздражает. Надежда Трушникова. Людей все-таки хороших больше. Больше, больше, я не спорю. Намного больше. И комментариев хороших больше, в разы больше. Но, знаете, вот я говорю, до поры до времени, вот ты излил вот это вот все, что они в тебя налили, вот этой гадости, да? Ты вот ее вылил, потом такой стесняешься. Ну, зачем я это сделала? Да ну, помолчала бы, ну, перетерпела бы. Но невозможно уже порой терпеть. Невозможно. И поэтому это иногда изливается. Прошу прощения, если вы это где-то замечали от меня, потому что, ну, да. Лучше людей хороших очень много, девочки. Невероятно большое количество. Пока я не начала вести свой канал, YouTube-канал. Нет, у меня всегда, наверное, по пути попадались больше хороших людей, чем плохих. Больше хороших, в разы больше. А когда я начала вести прямой, вообще вести свой блог в YouTube-канале, то я вообще поняла, что больших, хороших людей, их просто миллиарды, наверное, их очень много. Честно, девчонки, оглянитесь. Очень много. Юлия Владимировна, аудитория легкая, вот легко идут эфиры. Это точно, это точно. У меня было несколько эфиров тяжелых. Наверное, эфира три за эти полгода мне почему-то очень тяжело удались. А так вообще нет. Особенно, когда вы со мной разговариваете, когда вы не молчите, когда вы задаете вопросы, когда вы задаете темы, то у нас эфиры вообще же вот так вот летят. Вот прошлый эфир прилетел таким образом. Сегодняшний эфир. Я 20 минут, как уже третьего часа. Интересно, почему Саша еще не стучится мне в дверь, что пора заканчивать. Ну, девочки, мы с вами прощаемся. Я читаю до последнего комментария и говорю вам пока-пока. Алена Куницына. Эфир вживую лучше, чем в записи. Ну да, конечно, это не обсуждается, но не все могут. Посмотреть эфиры в прямом эфире. Эльвира Костенко. Поэтому пословица есть. Ложка дегтя, бочку меда испортит. Точно, я с этой пословицей согласна. Ольга Никишкина. Оля, высказывайте все, мы на вашей стороне. Да я знаю, девчонки, спасибо большое. Алевтина. Вообще-то некоторые тоже говорят, а что? Я в вас разочаровался. А зачем вы во мне выочаровывались вообще? Вот зачем очаровывались? Ну разочаровались, отпишитесь от канала и уйдите молча. Зачем мне это знать, что кто-то, где-то, я вообще не знаю, кто это. Я даже не вижу сейчас в ютубе имен. Я вообще не знаю, кто мне пишет, что он во мне разочаровался. Да пожалуйста, мне надо было очаровываться. А я такая, какая я есть. Вот она, я вся перед вами. Если вы очаровались, что-то в мыслях у вас было обо мне, что я вот какая-то, а тут вдруг я появилась другая, ну извините, не могу, я всем угодить. Алевтина Сосолятина. Всем пока-пока, до следующего четверга буду ждать с нетерпением. Татьяна Пипко. Самый ценный в человеке его индивидуальность, в том числе и в речи. Так что нет смысла учить друг друга. Все мы разные и тем прекрасны. Ну все, мои хорошие, спасибо вам большое за этот замечательный, длинный, великолепный эфир. Я желаю вам на следующей неделе, на этой неделе, чтобы все у вас было мирно, спокойно. Эмоции только положительные, чтобы все было хорошо. Берегите себя и своих близких. Не забывайте, здоровье это наше все. Вот его не купишь ни за какие деньги. Поэтому бережем свое здоровье и здоровье своих близких. Ну все, мои хорошие, пока-пока. До скорых встреч.